У меня мысль, просто она принципиально новая, возникла прямо сейчас, и поэтому мне очень хочется ее как-то застолбить, покуда мы далеко не ушли. Давайте поразгоняем о выражении вообще острие культуры. Вы когда-нибудь задумывались, насколько оно точное, но почему-то никто его не разбирает? Культура это ведь что? Культура это, если буквально перевести, это возделывание, то есть агрокультура это гораздо более, скажем так, исконное слово, чем культура в нашем значении, вот это вот, ну все, вот это какая-то прослойка искусства, всего такого. Это не только клип, потому что не только, не только, потому что культура, как возделывание изначально, это просто, ну вот, процесс земледелия, процесс вспахивания земли, а культура, как мы ее сейчас понимаем, в первую очередь, это от иносказательного выражения культура аними, то есть возделывание духа, то есть то, чем ты занимаешься сознательно для того, чтобы твой дух возвышался, это вот та культура, которая в итоге закрепилась у нас в языке как основная. Хотя у нас сельскохозяйственная культура тоже осталась. Так вот, острие культуры, о котором ты сейчас говоришь, это тот же самый плуг, только который вонзается не в почву, а в тело человечества. И плуг, он ведь за счет чего делает почву более плодородной и подходящей для земледелия? За счет того, что он ее взрывает, он привычную ровную землю перемалывает, поднимает ее нижний слой наверх, и наверняка червягу, который привык ходить в земле, червь, почвенник, почвенник, который идет в земле по своим червиным делам, ему наверняка крайне неприятно, то, что кто-то здесь барану проложил. И что круто, что плуг-то взрывает это тело человечностью, тело реальности за счет усилия. За счет усилия обязательно. Если есть мул, который в него впряжется, это хорошо, но если нет, абсолютно не зазорно встать самому. Устроились удобно? Тогда я начну. Рика здесь, и в этом подкасте мы много обсуждали образование. Я на самом деле немного грущу, что буквально 10 лет назад в мое студенческое время еще не было такой возможности, как сейчас, получать знания из интернета. Сейчас же у каждого есть потрясающая возможность попробовать себя в новой роли, и если вы, например, мечтали стать музыкальным продюсером, то на одноименном курсе «Профессия. Продюсер музыкальных проектов» от образовательной платформы Skillbox опытные и именитые господа объяснят вам в подробностях все азы. На курсе ты пройдешь путь от написания треков в разных жанрах до работы с артистами и продвижения музыкальных проектов на российской и зарубежной сцене. Полученные знания помогут стать профессионалом музыкальной индустрии и записать собственный альбом. Программа состоит из 10 курсов, и очень круто, что вас ждет обучение на практике. Авторы и кураторы курса признаны эксперты отрасли. BMB Space Kid писал музыку для Dr. Dre, T-Fest, Fiduk, Loud. Артем Шумно сотрудничал с Луной, Мальбеком, Сюзанной, Бульвар Депо и другими. А еще ты получишь бесплатный доступ к программе Ableton Live 11 Suite. Важно, что первый платеж можно совершить аж через 6 месяцев после обучения, и доступ к обучающей программе остается у вас навсегда. Полная программа курса и регистрация будет по ссылке в описании, и, кстати, там же вы найдете скидку в 40%. Главное, чтобы тебе было заебись. Да, я просто привык же к чему, потому что я у себя сам в ушах звук контроля, поэтому тут ты рули. А я специально убрал, у меня есть, на самом деле, наушники для каждого и разветвительные. Да не надо! Но я просто, знаешь, склоняюсь к тому, что, как бы, это тебя ограничивает постоянно себя слушать, мне кажется. Мне кажется, подкасты с наушниками, вот, без обид, но выглядят как будто бы диспетчеры, блядь. Ты такой тоже есть. Так я диспетчер. Ты даже знаешь, что я предлагаю. Можешь диспетчеры изобразить? Я знаю, ты же человек, погруженный, как бы, в... А ты какого диспетчера хочешь? Диспетчеры разные бывали. Диспетчеры, которые накосячил и столкнулись с два бора. Он лежит мертвый где-то в Швейцарии или где-то... Да-да-да, рядом с Баден Семозером. Вообще-то это Дмитрий Нагиев. Нет, Дмитрий Нагиев его убил, ну ты что? Ты совсем... Ты не погружен. А, серьезно? Конечно. Дмитрий Нагиев играл как раз Калоева, который убил этого диспетчера. А интегрируете меня, что за история с Нагиевым? Это фильм какой-то... Ну, был фильм непрощенный. Да, и он был повод этой истории, когда над Баденским озером столкнулись Диечеловский самолет и наш самолет, который детей куда-то вез на отдых. Не берите меня в кадр, я отвратительно жру. Если Эрик это взял в кадр сейчас... Братан, тогда тем более взял, раз так... По ошибке диспетчера, короче, это случилось, и через некоторое время один из отцов этих погибших... Одного из погибших детей... Один из отцов, не так. Отец одного из погибших детей... Приехал в Швейцарию и ебнул этого диспетчера. И его, когда вернули в Россию, его там встречали как героя. Я вот даже не знаю, я как бы душой согласен, но мозгами не согласен. То есть я считаю, что он все равно убил человека, но я настолько его могу понять. Чувак, я могу его понять, особенно после этой роли в физруке. Мне кажется, что он вообще просто... Но, блин, ты обесцениваешь, не знаю, мне ужасно, трагически. Я не обесцениваю, я просто к тому, что мы же не можем это никак изменить. То есть, типа... И, безусловно, с одной стороны, вот откуда... Интересно, месть? Это общественный конструкт или... Нет, это серьезный вопрос. Или это конструкт, как бы, как сказать, натуральный, который к нам приходит в процессе эволюции и чем-то обусловлен? Потому что я могу понять ревность на уровне, вот, ну, эволюционном, да? Но месть, представь себе, череда убийств. Люди и так погибли, а еще погиб один человек. Кому-то от этого легче стало, люди же от этого не вернутся. И вот чем это... Но вы же знаете тягу к мести, да? Когда ты такой, блядь, я бы тебе отомстил, я бы тебе просто горло перегрыз. То есть откуда это растет? Это растет из общественного какого-то договора? Есть какой-то общественный договор, где мстить — это неприемлемо, наоборот? Или это все-таки проявление нашего естества? Какое-то. А разве месть — это как раз не инстинктивно, какая-то старая история про то, чтобы, не знаю, там, защищать свой род, свою семью и так далее? А сейчас, когда у тебя есть какие-то социальные... Социальное понимание, как это происходит, ты себя как раздерживаешь, чтобы этого не делать. Ну, то есть месть — это же эмоциональная штука, порыв на эмоциях, убить человека в состоянии аффекта и так далее, и так далее. А когда ты себя сдерживаешь, ты как раз этого не делаешь. Ну, это ли признак? То есть как бы сократить чужой род, чтобы смягчить потери твоего рода, да, чтобы как-то уравновесить? Ну, чтобы они знали, что к тебе лезть нельзя. Я просто сейчас пытаюсь мыслить какими-то категориями древних людей, но, возможно, я не прав, это мое предположение. Ну, смотрите, нам для того, чтобы понять, что такое месть, строго говоря, нужно просто произвести здесь, прямо за этим столом, маленький экспериментик. Круто. Чтобы ощутить вообще, хочется нам мстить иногда или нет. Сегодня, как известно, играет «Зенит» с клубом «Мальмё». И мы должны провести какой-то маленький эксперимент. Так вот. Атомная бомба! Нет! Водородная бомба! Нет! Ветронная бомба! Нет! Подкаст, который ведут фрики! Нет! Подкаст Эрика Рики! Нет! Подкаст Букера! Нет! Турбо-подкаст терминальной штивой форсайта с мастридером! Нет! И только один, охуенный, невъебенный, на самом деле, в итоге подкаст Эрика Рики... Так, все, этот маскарад кончается, и Федзи Букера, теперь и Федзи Букера. Что ты держал шарф в штанах. Не, не в штанах, под жилеткой. Выглядело как будто в штанах. Могло поддержать легенду. Друзья, все. Ты должен был бросить на камеру, она закрывает камеру. Друзья, если вы спите в 5 утра, и тут вы просыпаетесь от того, что из вашего лэптопа, на котором вы включили медитацию, внезапные какие-то крики, внезапные оры, внезапная... Как будто бы Вальпульгиева ночь снова воплотилась. Это значит, что вам не пора прятать столовое серебро и свои филейные части. Это значит, что вы смотрите, не только смотрите, но и слушаете. Не только слушаете, но и воспринимаете. Самый классный, самый пиздатый напиток — это ягуар. Как вы знаете... Скиньте ссылку на это видео, если вы знаете, о чем я. Самый классный, самый пиздатый подкаст. И сегодня еще самый глубокий, как Марианская впадина, и еще три лопатки вниз. Это подкаст Эрика Рики неподражаемого. По левую руку от меня прекрасный человек, и личность, и лицо, и канал, и название. И Рика все в этом шпаке, все в нем есть. И напротив нас потрясающий, просто встатнейший. Часы на левой руке, осознанность в правой руке, а в голове мысли, которые стоят миллион долларов, и еще два цента, потому что комиссию за вас никто не будет платить. Александр Фарсайт. Как мне сказал один человек, тот самый. А меня Федь сказал. Видишь, видишь, я про это говорил. Слушай, а я не знаю, чему ты радуешься. Мимо тебя только что я, походу, Ягуар занес. Производитель есть шпака. И вот все остальные. А ты такой, ну, смотри, смотри. Ну, пака нет, производитель, это фольклор. Если Федя будет получать за эти все интеграции бабки, я только счастлив буду. Это же, блядь, охуя. Работать с Ягуаром. Ягуар работает? Сначала с напитками, потом с машинами. Да, вот это было бы клево. Вы пили Ягуар? В детстве. Я нюхал Ягуар. Там была история потрясающая. Высушенный. В общем, да. Я нюхал, можно сказать, экстракцию. Я бы даже сказал, эманацию Ягуара. История была какая. Я на школьной елке должен был играть. Я уж не помню. Это была одна из елок. Я был частенько задействован во всяких елках. Не помню, какой это конкретный был год. По-моему, я играл в Бабу-Ягу. И у нас, соответственно, был Дед Мороз. Дженовика, что ли? Ну, естественно. Белорус-убийца. Короче, и у нас был, соответственно, Дед Мороз. По-моему, его играл Антон из 10 класса. Я помладше был. И мы играли 4 елки в день. Потому что у нас елка суперкрутая получилась. А в соседней 2005 школе вообще елка отстойная была. И они елку свою отменили. Просто такие, ну мы пойдем в школу номер 1298 на елку. Это моя школа. Почему такие номера? Это же Москва, да? В Москве много людей. Да, это Москва. Нет, меня впечатляет, что как бы... Вот, то есть, типа, нету... Это, знаешь, никто же не делает кабинет номер 1991. Если он не на 19 этаже, а как бы школы. Можно же было тоже ранжировать по округам. Ну, слушай, это ты предложи. Предложи Сергею Семеновичу Собянину, вот. И он скажет, иди нахуй. А так же, потому что ты учился в школе 666, получается. Я даже одно время учился в школе номер 686. Но потом я оттуда ушел, потому что узнал, что там еще Степан Карма учится. И правда, он ее даже закончил. Ты принципиально за него ушел? Что? Принципиально за него. Нет, я потом понял, почему я ушел. Я сначала ушел, а потом очень много лет спустя такой, а так вот почему я ушел. Короткий близопрос. И в черном списке Степана Кармы? Слушай, я там бывал. Я там был несколько раз, и несколько раз оттуда выходил. Я как блуждающий через сумрак. То есть я как Константин, вот этот Костеныч, который за окошкой в ад ходил. Вот я раз за разом возвращаюсь. Оттуда можно вернуться, значит. Слушай, я... Ты не вернулся. Мне пришлось удалить твиттер, что-то. Похоже, я тоже из-за этого удалил твиттер. Полтора месяца не сижу там. Серьезно, поздравляю, поздравляю, поздравляю. Вот тебе моя мужская рука. Твиттер портит людей. Так вот, значит, если к развязке ближе, то у нас в итоге было 4 или даже 5 елок в день, не хочу соврать. Мы отыграли две первые для младших классов. А потом у нас был большой-большой перерыв. Ждали, пока, видимо, соседняя школа доедет на санях. Это давно было. Вот. Ну и зима к тому же. Ну, елка. И мы с Антоном и еще одной девочкой пошли в близлежащий дворик, где был продуктовый, где была сука, очень в тот момент почитаемая нами, которая продавала детям бухло и сигареты. Спасибо. Если вы это смотрите. Сейчас абсолютно неуважаемо, вот. И не понимаю, как мы могли радоваться. С другой стороны, в принципе, ну, вот, типа, не было бы истории. А кто-то говорил спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Вот. Абсурд. И Антон взял там, по-моему, 3 или 4 банки Ягуара, и мы все пошли на качели. И, по-моему, после 3 банки Ягуара Антон с качели при очередном, значит, откачивании. Потребовал откачивания сам, потому что он просто носом упал в снег и больше не шевелился. Антона, как я понял, отнесли в теплое место, но Дед Мороз был утрачен. Вот. И Дедом Морозом был, по-моему, назначен, я вот не помню, кто-то. Памилия была? Кисель Фил, что ли, его звали? Ну, не суть. Фил. Ты знал, ты как раз пел. Его засунули. Че, Кисель Фил. В эту бороду. Русский человек. Засунули в эту бороду, значит, нарядили, и он пошел блевать сразу, потому что, оказывается, Антон пил в бороде, и там вот этот ягуарный дух был. И когда Фил вернулся, мы такие, а что не так? И я эту бороду зачем-то, ну, в естественно-испытательских целях, я был юным натуралистом, я как нюхнул, я вообще все понял про жизнь. И как минимум про ягуар. Вот пробовал ли я ягуар, в некотором роде и да, и нет. Потом потемнело, вспышка яркого света, из последних сил в окно, лицом в землю. Полет был недолгий, сломал ногу, в крови, в трусах, сваливаю по дороге. Пушкин. Лучше. Ну, примерно на том же уровне, а может быть даже выше. Я бы сказал, Петр Ершов. Меня удивляет, вот хочется сказать, человек так складно говорит, можешь ли ты поверить, что он учился в деревенской школе? Ну, по косоворотке это можно сказать, но... Мне очень нравится такой образ и такой стиль на самом деле, потому что теперь это выглядит уникально в России, как настоящий славянский рыцарь с вилами. Это правда. В этом на самом деле есть что-то и в плане ощущений. Я сначала к косоворотке относился не то чтобы со скепсисом, но все-таки думал, ну, стану ли я в ней ходить? А потом понял, что да, стану, потому что есть чувство, как будто ты воссоединяешься с духом Огарева, с духом Некрасова и Тургенева, вот куда-то ты туда стремишься. Потом уже рядом проходит совсем уж опростившийся Лев Толстой, плуг заглубляя на пол вершка и так далее. И вроде ты уже и не на блядки идешь, а крепостных и... Разрабатывать. Значит, совершенно другое самоощущение. И плечи у тебя уж расправляются, и уж не хочешь ты Русь-матушку более позорить. И к Дудеу, может, ты не пойдешь, а может, ты пойдешь. А позовет ли? Хороший вопрос. Новый вопрос. Я думал сам надеть косоворотку сегодня, но я как бы предвидел, что Александр Форсай, скорее всего, будет в ней. Я решил, что я не хочу, чтобы это выглядело как допрос. А давай наденем, а давай наденем. У меня есть две. Так у меня тоже есть причем. С собой. Ну, в штанах, как в шарм. Так у меня с собой. Серьезно? Мы можем надеть. Ну, она не косоворотка, но вот такая вот, знаешь, на застежечке мы можем сидеть с твоим рубашкой. Ой, слушай, было бы неплохо. А если это украинская вышиванка? А, все. А как мы будем? У нас дискуссия развернется или что? Мы будем... Делите, кто за Украину, кто за Россию, потому что надо, ну, не готовиться. А почему? Почему не готовиться? Почему кто-то должен быть за Украину? Отличный вопрос. Пишите в комментариях, почему кто-то должен быть за Украину. Извините. А меня все равно не пустят. А нас Гришей зовут, поэтому я... А вас зовут, как ты думаешь, зачем? Вышиванку надеть на нас и специальными застежками зафиксироваться, чтобы не сняться. Расстрелом командовал президент великой страны Дмитрий Гордон. Значит, интересная штука. С шарфом. Это латкая, мелкая, поганая, тюзовская импровизация. Да классная вообще, почему поганая? Ну, такая. На самом деле, была просто заготовлена намного лучше. Я тебе по секрету расскажу, он пусть не слушает. Я думал прийти сюда с рюкзачком, поставить рюкзачок рядом. Я не могу не слушать, я не слушаю только Локемина. Так я... Ромыч. Думал поставить здесь рюкзачок. И в какой-то момент эдак хитро посмотреть на Федю и такой... Но сегодня здесь со мной твоя любимая. Сунуться в рюкзак, и я должен был привезти свою любимую вязаную футболку. У меня есть вязаная футболка. Поверьте, она намного смешнее, чем шарф ЦСКА. Шарф ЦСКА, он в сердце осознанно, а вязаная футболка в сердце абсолютно случайно. Ты понимаешь, что это такое, Эрик? Я тебе просто расскажу. Это вот перед тем, как погрузиться в очередной дип-толк, просто задумайся об этом. Саша Фарсайт, это человек, которого я много раз встречал в разных апостасях. В том числе у него весьма специфическое чувство стиля. При этом, как говорится, под лицу все к лицу. Поэтому прическа Маллет, которая сейчас на нем, ты ее, возможно, даже не заметил. А это то, что мне предлагали в школе, когда я говорю, хочу длинные волосы. И мне мама говорит, смотри, серьезная спереди, вечеринка сзади. Но это абсолютно незаметно, потому что человеку действительно идет и выглядит роскошно. Так вот, как-то раз он привез, блядь, из Кореи вязаную футболку. Из Северной Кореи. Из Южной. Я купил ее на Мендоне в магазине Левайс. Очень дорого. Да представь себе, ну то есть, типа, у тебя есть реально, ты заходишь в магазин и видишь самую всратую вещь, которую ты видел вообще. Чувак, это как свитер, но с короткими рукавами. Куда ее надеть, непонятно. Как футболка. Но с короткими, не как жилетка вязаная. Да, она просто отрезанная. Как футболка. Да, она, это футболка. Но это свитер. Да, это свитер, это свитолка. Футбитер, понимаешь? Понял. Вот, и я к тому, что ты ее, я ее когда увидел, я такой, это что такое? Я думал, это свитер, но у него короткие рукава с манжетами под рубашку. Ты в рубашке и футболке, блядь. Просто надеть. Ты в вязаной футболке. Ты в любой ситуации в вязаной футболке. И он умудряется ее с чем-то сочетать и периодически надевать. И я реально, меня это просто, меня с ума это сводит. Я говорю, нахуй ты это принес? И он все время умудряется ее как-то уместно одеть. И проходит вот подкаст знаменитый, это терминальное чтиво. Там сидит какой-то инвестор, владелец заводов, газет пароходов, миллионер, миллиардер и Саша в вязаной футболке. Он ему говорит, так расскажите, расскажите, пожалуйста, как ваш инвестпакет формируется? Отличный вопрос. Александр, как будто он, блядь, не видит этого, понимаешь? Как будто я один это вижу. Я вот очень хотел ее сегодня привести, прости, пожалуйста, но штука в том, что я решил либо шарф ЦСКА, либо вязаная футболка. Одно и другое, это как будто, ну... Нельзя хранить вместе. Это как медовик с медом, ты понимаешь? Это, ну, слишком сладко. Там, прости. Я хотел сказать, это же, по-моему, потрясающе, когда от человека идет внутреннее вот это желание и уверенность, ощущение быть в чем угодно. Надо надеть вязаную футболку. Это очень удобно. Все-таки ты мне не ответил на вопрос, а мне очень интересно. И я уверен, что... Нет, про деревенскую школу. Хочу послушать. Ну, то есть, есть это вообще, как бы, понимаешь, в чем дело? Вот, как бы, вся история джентрификации и прочего, и прочего, и прочего, в целом, вот эта глобалистическая политика, она, ну, как бы, трудно сказать, что деревня в России развивается, что деревня в России это не просто либо там какое-то вынужденное место, либо добровольный дауншифтинг, либо какое-то вот такое представление лубочное, представление, когда люди из городов едут окунуться в деревенский быт. А вот реально люди, которые живут постоянно в деревне, это же абсолютно отдельная каста людей, у которых часто... Ну, не каста, ладно, кастовая система подразумевает неравенство, абсолютно отдельная группа людей, у которой часто даже нет своего голоса просто в силу того, что у них есть более насущные проблемы, чем высказываться в интернете. И поэтому, если есть возможность послушать про деревню от человека, как бы, из первых рук, плюс учиться в деревенской школе, это, ну, мне кажется, опыт вполне себе, которым я не знаю, кто еще может похвастаться на моей памяти. А до скольки лет ты жил в деревне? Ты родился в деревне и жил в деревне? Я родиться, меня специально отвезли в Москву, вот, а потом я был взращен, взращен, даже, наверное, так, в деревне и жил я там до 10 лет. Это не то, чтобы прям очень долго, но так или иначе я успел пойти в школу и до конца 4 класса проучиться в сельской школе, вот, конкретно сельская школа, Успенская. Они называются просто по названиям деревень, поэтому звучит очень пафосно для жителей города. Если есть название у школы, это, скорее всего, какая-то понтовая частная школа, на самом деле она просто деревенская. Она просто называется так же, как село, в котором расположено. Там была у меня замечательная учительница, вот, в третьем-четвертом классе, Татьяна Викторовна, как сейчас ее помню. И был, на самом деле, довольно интересный класс, потому что это был класс, который ты в городской школе, наверное, вряд ли встретишь. Это был класс, как будто из рассказов Льва Кассиля, знаешь, такой застрявший где-то вне времени, где у тебя есть вот такой вот прожженный хулиган Женька Крылов, вот, надеюсь, жив. Если жив, привет, Женек, вот, где есть славный уволень Саша Петраченков. Сань, вообще, и ты прикинь, помню имена и фамилии, помню. И главное, весомо звучит, знаешь, в контексте рассказа как-то. Ой, а была такая Ирочка Филенко, уф, Лиза Слепченко была красоточка. В общем, много было, много было достойных, достойных людей было много. Юр Шафранов был нормальный тип, жил в деревне Уборы, у меня всегда смешило название Уборы. Я Юре об этом не говорил, потому что он каждый день из Уборов на автобусе ездил, вот. Но как факт, я такой, Уборы. Было бы более аутентично, только если бы он ходил 6 километров пешком, знаешь, там, через снег, через эти... Если бы его отправляли домой словами, убирайся. Убирайся в свои Уборы. Короче, на самом деле, есть, с одной стороны, что вспомнить, с другой стороны, вот это как раз на данный момент уже что-то больше похоже на такую открытку. Открытку с видами уже даже не деревни, а вот этой вот заставы с ряженными, знаете, вот эти открытки выдают, детей привозят на экскурсию. А вот вам быт русской деревни, вот здесь кузнец вам сделает на память подковку. Вот. У меня сейчас в голове уже все немножечко смазывалось. Помню, что у меня там появился мой настоящий лучший друг, мага. И мы с ним скинтовались на почве того, что мы оба были жесткими национальными меньшинствами. В классе я был единственным представителем, как видишь, евреев, а он был единственным чеченцем. А тогда в разгаре была вторая чеченская. Братья на век. И, собственно, хейт был в сторону чеченцев достаточно ощутимый такой. Ну, он даже был не в рамках нашего класса, в целом чувствовался в воздухе. А в сторону евреев он чувствуется последние несколько сотен лет или несколько тысяч лет. Ну, собственно, как Христа распяли, так вот и чувствуется он в наших местах. Как известно, Христос был русским. Это известный факт. Вот. И русские очень обижаются на нас. Вот. И мы на этой почве суперподружились и составили такую коалицию, вот этот вот дружеский союз. Хотя мы немножко меньше общаемся. Вот. До сих пор очень приятно бывает, когда созваниваемся или списываемся. И я ходил несколько километров каждый день в школу. Было клево. То есть классика прям. Чапал по снегу, вот это волки воют, луна. Я недавно в нашем чатике с пацанами написал им. Чуваки, помогите. Я хочу понять, каково это кайфовать от стендапов. Я пытался несколько раз. Возможно, я не тебя включал. Они прислали тебе выпуски Долгопола, вы знаешь, все. Его я тоже смотрел, но нет. Ну, короче, они мне скидывали Сергея Орлова. Знаете такого? Ну, да. У него очень многое на школьном юморе завязано. И, кстати, вот к слову о деревне. Он недавно был у Дудя в выпуске, вот этот Сергей Орлов. И он рассказывал, откуда он родом. И это просто пиздец. Мне кажется, в деревне в разы жить круче, чем в том месте, где жил он. Это какой-то маленький город в Якутии, где минус 60 зимой. У вас там вот эти пятиэтажные хрущевки стоят. Их там, по-моему, две или три тысячи человек, которые живут. И у них был случай, что на три месяца у них вырубили электричество, отопление и воду. И они вторую комнату в своей же квартире сделали под туалет. То есть они срали просто во второй комнате. Короче, когда я все это видел, я думал, еб твою мать. И как бы это такое небольшое наступление к слову, где лучше жить. В деревне все-таки как бы это природа и все такое. Там ты всегда срешь, условно, в отдельном строении. Там всегда неудобно срать. Одна из причин, почему я дико боюсь пауков и паутин. Потому что когда я был мелким, в деревне у бабули в гостях. Я супергородской чел. Я в деревне бывал раз, не знаю, 10, наверное, в жизни. Я сажусь на этот деревенский толчок. Сижу уже. Опускаю взгляд вниз и вижу, что в этом а-ля толчке, это такое ведро стояло просто. Там круглая паутина вот прямо на все это ведро. Я сижу, и эта паутина прямо подо мной. И там паук здоровый. Это было очень стрёмно. И я из-за этого... Мне интересно, как он выжил там. Паук или я? Я убежал сразу. Я убежал. Нет, ты знаешь... И больше не срал. Я за то, что сейчас буду произносить, вообще не отвечаю. Потому что... Я отвечаю за твои слова. Все порядки. Это информация, которую я не успел проверить. Ее мне рассказали вчера ночью. Вчера ночью известный в узких кругах рэпер Лев Пачезач рассказал мне историю, что, оказывается, когда-то один римский император, по-моему, он не вспомнил его имени, обложил налогом... Обложил вот здесь. Сборщиков мочи. А, это... Это правда? Нет, в смысле... Сборщиков мочи. Да. Зачем мне собирают мочу? А я объясню. Ну, или ты знаешь... Если ты знаешь... Нет, пожалуйста, мне очень общего передали. Я как раз хотел вам закинуть, но я не знал, что ты в курсе. Я эту историю тоже слышал, причем относительно недавно. Вообще, моча в определенном... Ну, в обществе до определенного момента, это был вообще разъеб в плане выгоды. Разъеб? Нет, я объясню, я объясню, почему. Я не знаю... Моча просто отвал башки. Нет, реально. Вот такая. Типа, как слеза. Ну, то есть, от мочи были... Это сейчас ее льют по бутылкам, и потом ее виндизель сосет в фильме «Форсаж». А тогда у нее было... Александр, уважаешь меня? Да, конечно. Вот. А тогда было... Ее использование было поинтереснее. Это... Я не скажу конкретно про Древний Рим, но я уверен, там тоже было либо такое же применение мочи, либо не хуже, но... В среднем... Нет, в смысле? Я знаю, что в Кельтиберии полоскали рот мочой. Кстати, вполне возможно, почему нет? Это факт. И кто из Кельтибера в Белозубе, тот, значит, и мочи ухребал прилежнее. Это стихи, по-моему, Катулы или Марцаллы, кого-то из древнеримских поэтов. Это факт. Так вот, прости, быстро перебью. Так совсем недавно выходил выпуск у белорусского чувака, который... Забыл, его зовут. Который в самые ужасные страны в мире заезжает и делает, как бы, антиптушкина. Белорусский чел. Леонид Пашковский. Леонид Пашковский. Нет, 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 другой. Ну, белорусский. Неважно, он приехал в какое-то африканское племя, там у них моча так же сычается. Это Леонид Пашковский. Леонид Пашковский салют. Точно не он, по имени. Так что не выпили. Лядов, может? Он, 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 Лядов. А почему он белорус? Разве он не белорус? Я не знаю, по-моему, он патчхруст. Простите, я не успел. Просто самый лучший перформанс Антона Лядова, который я видел, секунду, тебе перебью. Друзья, поищите рецепт яичницы с креветками. Просто, ничего не говорю, просто поищите от него, от Лядова. Ничего не говорит же, человек. Да, я ничего не буду говорить. Просто на ютюбе пишите в поиске. Рецепт яичницы с креветками. Все, я считаю, что это покруче, чем мексиканский картель съесть. И все-таки, подожди, так. И он приехал в какую-то африканскую страну, и там мача считалась чем-то священным. Это такое маленькое племя было. Коровье, сори, это не человеческая мача была, а коровье. Это важно, наверное, все-таки уточнить. И это мача, они ее пили, мывались ей, стирали вещи, что-то еще. То есть, это, видимо, там воды. Я видел, да, это хуйня, они ходят, типа там дети идут собирать мачу. А если там нет воды, что пьют коровы? Они из воздуха всасывают конденсат. Коровы только выделяют. Это предположение, я не смотрел выпуск, я просто слышал, что он приезжал туда, и я видел что-то типа трейлера, где вот эта мача. Блин, жестко. Ему предлагали попить ее, и он такой... Ах, подожди, по-моему, он попил, кстати. Он попил мочи? По-моему, да. Он подъезжал с креветками. Саш, ты вот вроде человек умный. Смей, я тебе объясню, как коровы добывают воду. Коровы, как известно, вообще крупный рогатый скот, это один из самых больших источников метана, выброса метана в атмосферу от крупного рогатого скота нереальны. От этого что происходит? Озоновый слой... Истончается. Да, истончается, повышается температура. Повышается температура, становится что? Душно. Душно и влажно. И таким образом корова, выделяя метан, нагнетает температуру, чтобы потом с вдохом как бы конденсат этот, который накипел, в себя втянуть. Это же очень... Это физика. Вот именно таким образом свеча и совершает свои колебания. Таким образом свеча и совершает свои колебания. Классика. Короче... Подожди, про разборщиков мочи ты недорассказал. Да, я рассказываю. Короче, не знаю, как про древний рим, но уверен, там было применение мочи либо такое же, либо не хуже. Но в средние века мочу использовали для кожевиного дела. Для того, чтобы произвести, собственно, вот этот переходный момент между как бы сырой кожей, да, и кожей готовой, этот процесс включал в себя использование мочи. И поэтому работа эта была достаточно такая специфическая, поэтому люди, которые занимались... Господи. Мочеванием? Скорники, нет, как? Ну, скорники, это которые с мехом работают. Да. Но они кожевинники были. Ну, в том числе... А, шорники, шорники. Скажем кожевинники, давайте, чтобы как бы обобщить. Шорники. Шорники, нужно... Собирать мочу по людям, потом нести ее домой, там, выливать в какую-то емкость, и какие-то манипуляции с ней проводить далеко не всем. То есть, естественно, оплата за это была как бы достаточно хорошая, поэтому люди, которые занимались мочой, были вполне себе состоятельны. В Древнем Риме она тоже как-то использовалась. Я не могу вспомнить как, но я точно помню этот факт, что она была востребована... Ну, похоже, там применяли, может, так же и... Возможно, скажите в комментариях, кто знает, типа, точно было как... Я просто впечатлился давечей ночью, когда мне это рассказали, потому что... Ну, мне твоя история про паука, честно говоря, напомнила, потому что... Ну, мне это рассказали, возможно, здесь уже... Ну, типа, что ты смотришь вниз, а там паук на паутине. Так вот, мне вчера это описали, я думаю, что Лев, может быть, немножечко пофантазировал, но он такой, ты прикингует, римляне в Толкан заходит, а там чувак сидит, его еще и налогами обкладывали. Я не верю, что так было произведено, но вот мне так рассказали. А по поводу деревенских уборных, я считаю, что деревенская уборная, во-первых, тейк про деревенскую уборную из фильма «Знаешь, мама, где я был», до сих пор считаю, один из самых смешных, который был. Очень советую его, типа, ну, про то, про деда, который до конца жизни все-таки ходил в туалетной горе. Блин, да, хорошая история. Там классно, ну, вообще, я советую просто посмотреть фильм, он есть в открытом доступе на ютюбе, идет час. Я думаю, что можно его в описании как субботствовать. Да, это отлично, это правда отличное кино, это фильм грузинского режиссёра Резо Габриадзе. Нет, погоди, это фильм... Это фильм сына Лео Габриадзе по, собственно, зарисовкам и рассказам его отца Резо Габриадзе. Называется «Знаешь, мама, где я был». Потрясающий фильм про послевоенную Грузию, и смешной, и грустный, и красивый. Идет час, вообще, можете потратить на это время, не пожалеете. Там, я не знаю, как бы спойлер это или нет, в общем, если будете смотреть, то все равно посмотрите, нам нужно удержание. Но это не так важно. Короче, если я для тебя рассказываю, история в том, что там у главного героя был дедушка, который был сварливый такой, и у них в деревне был туалет на улице. Как у всех, получается. Очень много людей в деревне, в этой грузинской, где-то там, под Кутаиси, да, правильно? Ну, где-то там, да. Умирали из-за воспаления легких, потому что в любую погоду по ночам вставали в туалет. И, соответственно, человек становится старше, здоровье хуже, а позывы к мочеиспусканию чаще. Постоянно ходишь, простужаешься, умираешь. И там в результате некоторых событий, происходивших в, значит, в процессе, как бы, развития истории, у них появился туалет в доме, как бы, нормальный. Но дед в знак протеста, как бы, там, это звучит смешно, но у него были причины для того, чтобы протестовать. До конца жизни ходил в туалет на улице, и его жизнь закончилась достаточно скоро, потому что он простудился и умер, как бы. И представь себе, с одной стороны, смерть принципиальная, а с другой стороны, ну, кому рассказать, как бы. Не, ну, от воспаления легких умереть нормально, а вот в каких обстоятельствах уже, как бы, становится грустнее. Хотя, главное, принципиальность. Быстро докинув ту же копилку, грузинский фильм, не вспомнил режиссера, называется «Мандарины». Про, оказывается... К нему. Я не смотрел, мне интересно. Оказывается, я удивлен был, на реальных событиях основана история. Мандарины – реальное существо. Да, в Грузии. Оказывается, в Грузии было поселение достаточно крупное эстонцев до недавнего времени, до войны, там, до 90-х годов. И, собственно, про этот конфликт как раз рассказана история, в середине которых, оказывается, дед-эстонец. Тоже как раз принципиальный дед, который живет в доме один. Вся его семья уехала в Таллинн обратно, где безопасно. Он остался, несмотря на войну, и выращивал мандарины. И там история про две стороны. Небольшой спойлер, завязка в том, что две враждующие стороны – грузин и с кем они воевали? Осетины? Нет, по-моему... Абхаз. Абхазис, по-моему, там был. Они оказались ранены, и дед их выхаживал. Собственно, это такой очень камерный, комнатный фильм, который происходит в одном доме, получается, в деревенском. Дед их выхаживал, и он такой, знаете, типичный дед, старый, который жизнь уже пожил, он ко всему так очень спокойно относится. То есть, ну что ж, дурачки-то тут не поделили, доживите спокойно. И между ними тремя развязывается история, которая заканчивается очень неожиданно. Но то, как вот это показана линия их отношений, их вражды, их принципов, у каждого своя мораль, у каждого свои принципы, как они вместе уживаются, как дед пытается найти вот этот нейтралитет, они друг друга убить хотят буквально. И он говорит, в моем доме нет, за домом хоть что делаете там. И они такие, они как бы очень поврежденные были. Один там еле ходил, другого голова пробита, они не могут пока драться нормально, поэтому они ждали, пока не поправятся, и пойдут выйти раз на раз на улицу, типа насмерть. Но пока они, конечно же, поправлялись, там вот происходят все это, все эти события. Очень интересно, вот это в ту же историю, я не ожидал, что в Грузии такие фильмы крутые делают. Я просто, знаете, как, наверное, вот, как для меня был в свое время корейский кинематограф. Он не существовал, в принципе, для меня, а пару лет назад он стал для меня чуть ли не главным. Я сейчас смотрю практически все корейские фильмы, потому что это пиздец, как новый, как по-новому показанная вообще подача, сторилайн и так далее. И вот такой небольшой F-top, ты режиссер театра. Да. Но при этом ты работал режиссером чего-то постановочного в плане видео, там, может быть, короткометражка? Ну, я рекламу снимал несколько раз, пару клипов снял. Был делал. А, от Федя, видимо. Да, да, да. А какой? Ну, лучшие, лучшие мои. Но сейчас их нет в открытом доступе. Не, не потому что даже... У Федя поменялся имидж. Во-первых, у меня поменялся имидж, но это не самое важное. Я решил, что это такие, как бы, это бриллианты, это мои бриллианты на черный день и мои, как бы, решающие козыря. Я хочу, чтобы, когда ситуация изменится полностью, как бы, набрать определенный какой-то уровень медийности, который меня устроит, и после этого совершить торжественную ретроспективу этих клипов, потому что я считаю, что они будут поняты только через какое-то время. Только, понимаешь, смотри... Не, серьезно, я кроме шуток, я считаю, что в контексте более пристального внимания к моей персоной это видео, эти видео, два, могут заиграть совершенно другими красками. Потому что, мне кажется, я до сих пор считаю их невероятно угарными, я до сих пор не жалею, они оба, ну, как сказать, первый, наверное, окупился по эмоциям, а второй тоже окупился по эмоциям. Но было... Я тебе потом могу их показать. Но их не было... Они не были публикованы? Нет, они были. Они были, но, видимо, давно. Но недолгое время, да, и потом были скрыты, и сейчас они ждут своего часа. Поэтому, друзья, каждое ваше прослушивание и лайк моего творчества... Сам тот факт, что их было два, уже говорили, что как минимум один раз я, видимо, что-то оправдал, и даже... Тебе доверили... Да, призван снова. Но это реально кино. Это реально кино. Это как Горько и Горько 2. Это дуплет, это удар по всему клипмейкингу. Понимаешь, это тебе не это. Но я вот пока мы не ушли далеко от грузинского кинематографа, сразу хотел бы еще порекомендовать буквально пару-тройку. Три фильма, которые очень рекомендую. Это... Рекомендовать? Которые очень рекомендую. Бредятельная какая-то. Так вот, это фильм «Не горюй». Грузинский. Еще очень старый. Да. Это фильм Георгия Даниэли, который вроде я шагаю по Москве, Кинзадзай, Мимино, но вот не горюй для меня, это просто пушка-вышка. Рекомендую фильм «Жилпевчий дрозд». Это просто экзистенциальный такой опус. Очень не ожидаешь его действительно просто от советского грузинского кинематографа. Даже без вливания каких-то там денег с Мосфильма. Просто там на коленочке сделали. Фантастика. Очень круто. «Жилпевчий дрозд». Особенно всем легкомысленным музыкантам надлежит смотреть. И еще... Я почему-то подумал, что «Жилпевчий» — это прилагательное. Знаешь, типа целиком я такой интересное слово. Как же вы пощаете? Потрясающий фильм в двух частях «Покаяние» Тангиза Абуладзе. Это просто феерия и с точки зрения того, как там актеры работают. И это такая удивительная аллюзия разума и на Гитлера, и на Сталина, и так далее. В общем, грузины на самом деле знают толк в кино и в театре, кстати говоря, тоже. Одно время грузинские постановки по Шекспиру считались одними из лучших в мире. И с огромным успехом ездили из Советской Грузии в Британию, там показывались. И британские критики предположили, что это возможно потому, что грузины в их нынешнем состоянии гораздо ближе к Ричарду Третьему тогдашнему, чем нынешние англичане. А почему? Потому что военные какие-то истории окружают? Какая-то, ты знаешь, вот эта по-прежнему воинственность, какие-то вот эти вот, ну, у грузин законы гор или что-то такое, какая-то вот эта вот гордая кровь, то, что европейским воспитанием, как сказал бы Ромен Гори, немножечко заполировано и задвинуто куда-то на подкорку и обязательно признано чем-то замшелым и нашему веку непристойным, у грузин это все еще на поверхности. Вот это вот постоянно вот желание вспыхнуть. Ты понимаешь, когда в начале Ромео и Джульетты, значит, возникает предъява, а на чей-то счет вы тут грызете ноготь, вот, если это играют, там, не знаю, те же итальянцы или англичане, ну, это смешно, это забавно, ну, типа, на чей счет вы грызете ноготь? Если это спрашивает с грузинским темпераментом грузин, это вполне может быть абсолютно ощутимая предъява, и я тебе сейчас ножом пырну. И просто, ну, вот первое, что нашел, он за что до тебя докопаться. В любой непонятной ситуации. Сразу по-другому, по-другому рисуется реальность. Поэтому вообще грузинское искусство, оно, о, вот такое. У меня вопрос, о котором я хотел поговорить. Вот этот тейк, кстати, он меня беспокоит уже достаточно долгое время, и сейчас, кстати, я считаю, что вполне, как бы, это уместно, чтобы обсудить. Во-первых, я забыл, вот, искренне забыл. У тебя есть спрашивание? У тебя есть спрашивание? Нет, я бросил на последнем курсе. А почему? А что? Всегда интересно. Как люди бросают на последнем курсе? Очень кратко. Это период, когда ты, мне было 20, когда ты начинаешь пересмыслять, зачем ты вообще живешь, что ты делаешь, и внезапно понимаешь, что причины для этого нет, и хочется резко перевернуть что-то. И я учился просто на банкира, на банковское дело. И там был вот один просто случай, такой наиболее яркий. Приведу в пример. Там был такой момент, что в конце уже нашего учебного курса я пошел на двухнедельную практику в банк, где ты работаешь каждый день на разной профессии. Сначала ты стоишь на кассе, потом бухгалтером и так далее. В конце директором банка как бы? Да, а потом ты просто уезжаешь из России с бабками. И, короче, я за это время понял... Это банк Миндотеп? За это время понял, что за эти две недели я узнал больше, чем за пять лет обучения. Ну, знаете, это какая-то подростковая включилась, опять же, принципность, наверное, когда ты идешь на пару и понимаешь, что преподнесет какую-то хуйню. Потому что это был 2010 год, уже был интернет, уже были компьютеры. А, допустим, нас на бухгалтерии учили буквально работать со счетами. А ты приходишь и не понимаешь, а зачем? Плюс ты же платишь за это деньги. У меня у бабушки, я помню, она столько работала бухгалтером, что у нее была незаживающая трещина на среднем пальце. Потому что она постоянно хуярила счеты, короче. Реально на счетах? Нет, она работала еще там в бородатые года, типа, еще при советской власти. И она уже на пенсии, но эта трещина десятилетиями не заживала. У нее был вот так вот расколотый надвое ноготь. Апи-пантенчиком там? Ну, быть, поможет ли ему? Пишите в комментариях. Нет, на самом деле, блин, жестко. И все это накопилось, как бы, я в какой-то момент понял резко, что это вообще супер не мое. Но я никому не рекомендую бросать, как я, потому что это путь, на самом деле, очень рисковый. Ты... Не факт, что найдешь себя, потому что я еще два года, потом занимался полной хуетой, работал на складе, бухал, ничего не делал. Это было, ну, просто два года, как бы, которые ничего в моей жизни... Ну, их можно выкинуть. Зато на складе я начал читать книги. Я украл камеру, да. Я начал читать книги и начал задумываться о том, как много всего в мире происходит, как можно много всего делать. И тогда я купил камеру, да, я начал снимать видосы. Вот, да, я бросил из-за этого. Из-за... У тебя есть высшее образование? У меня есть, но... Оно всем известно, я, как бы, философский факультет, кафедра прикладной этики. Вот вопрос, можем ли мы поделиться инфой о твоих высших образованиях? Слушай, это просто... Захочешь ли ты об этом поговорить? Это что-то секретное? Это не самая просто интересная штука, но... Самое прикольное, на самом деле... Это что самое интересное? У тебя второй шарф в штанах есть. Только это, наверное, может быть более... Значит, Динамо! И начинается. Да нет, я просто... Ты знаешь, у меня есть ощущение, будто бы вот для таких вещей образование философа не нужно. Нужно, чтобы потом обосновать. Ты как? Нормально, я просто... Ага, хорошо. Вот это те самые школьные штуки, которые разъебут. Ну, короче, у меня есть начатое медицинское. Это то, с чего я стартовал в этот потрясающий мир... По своему желанию. ...альма-матерей. Да, абсолютно. То есть я мечтал с детства, с шести примерно лет, я мечтал стать фармакологом. Мне хотелось вот быть чуваком, который создает лекарства. Я так это и назвал, чувак, который создает лекарства. Но, скорее всего, человек, я тогда еще сказал. Я пришел к отцу и такой, это кто? Он такой, это фармаколог. Я такой, вот, им я и хочу быть. И я был потрясающе упертым ребенком всегда. Ряд решений, которые я принимал вот в шесть-семь лет, я не отменил. То есть тогдашние эдикты действуют до сих пор. С, стабильность. Ну, то есть, понимаешь, например, я тогда решил, что я ни разу не поел в Макдаке и не поел. Серьезно? До сих пор? До одного раза, вообще. Но в Хесбургере можно. И в Бургер Кинге можно. А почему именно Макдак? Ну, я вот так решил. Ты спроси меня тогдашню, если встретишь. Вот. Но не встретишь, потому что... А у Александра уже нет денег нет. Да, у меня тогдашнего уже нет. Я остался в том дне, когда это решил. И так далее. И вот я решил, что стану фармакологом. После школы поступил, учился в школе я очень плохо. Прямо-таки совсем дурно. Но при этом сдал ЕГЭ хорошо. Потому что я четко понимал, на что я могу забивать в школе, а на что нет. И на те вещи, которые мне нужны были для медицины, я не забивал вообще. То есть, биология, химия, это прям было то самое. А учительница биологии у нас была заучена. Поэтому у меня был некоторый такой союзник. То есть, вроде как, она меня тоже по головке погладить не могла, потому что я прогульщик. Но на ее-то уроки я исправненько. Все эти, господи, все эти гаплойдные наборы, я их туда-сюда щелкал. Я помню, готовился по книжкам, по-моему, то ли двухтомник, то ли трехтомник Билича. И этот человек, такое ощущение, что не в мед. Людей готовят, а просто к смакованию будущих фильмов фон Триера, потому что он смакует все умерзительное. Он такой, в этот момент из вашего кишечника десятками выходят цисты. Десятки? Десятками тысяч, знаешь, какие-то такие гадости. Это про секс он так писал. Пучи цепень. Да, да, вот из вашего кишечника. Специальными крючьями он цепляется за гладкие стенки, вызывая изъязвление. Я не могу передать, насколько Билич омерзительно это пишет. Просто фантастика. Тогда я понял, что когда-нибудь я дорасту до Луи Фердинанда Селина. Это примерно туда же, только у него вместо бычьих цепней евреи. Я хотел сказать французы, но это тоже... Французы, евреи, американцы и все, кроме, собственно, Луи Фердинанда Селина. На этих радужных настроениях я оказался на бюджете в первом меде имени Сеченова. Потом я с него ушел через год обучения в меде по причине... По причине разочаровался в фармакологии. А из-за чего? Ну, я... Там на самом деле много причин, но одна из основных и наиболее болезненная, это когда я вдруг понял, что у меня крайне мал шанс за всю жизнь увидеть хоть один плод своих трудов в пользовании человечества. Потому что смотри, с момента открытия действующего вещества фармакологам до появления препарата коммерческого на прилавках аптек проходит в среднем 21 год. Вау, это все тесты? Это в среднем, то есть бывает больше. Люди, которые сделали КГЦЛ, знаешь, что просто какой-то... Или этот, орбидол, блядь. А потом вот этот срок ты еще прикладываешь к знанию о том, что подавляющее большинство фармакологов работает всю жизнь в лабе и работает на совесть, и за всю жизнь не открывает, ну так вот, не повезло, ни одного нового принципиально действующего вещества. И ты смотришь на эти два факта, сопоставляешь, и понимаешь, что это игра, но реально со ставкой на zero. Я понял, что эта ставка, она... А тебе было важно все-таки ощутить какое-то влияние? Я был идеалистом с конкретными при этом целями. Поцарапать земную шагу. Мне хотелось... Быть пугом. Хотелось... Хотелось таким странным и, возможно, даже неловким движением, потому что возможности отработать его точно не предоставилось бы, таким неловким движением забросить в вечность, там, не знаю, таблетку от ВИЧа какого-нибудь, от СПИДа и так далее. Но сделать что-то значимое. А я понимаю, что даже если я буду заниматься всю жизнь препаратом от ангины, даже тут не факт, что я, сука, преуспею. Я в этот момент осознал, что у меня при этом есть какая-то потребность такая в чуть более плотном взаимодействии с миром, чем то, которое может мне предоставить тушная лаборатория на фармакологической компании Нишфарма. Ну, короче, обойтись без этого я решил. Ушел. Потом я некоторое время посидел абсолютно без осознания, чем я хочу заниматься. И главное... Это тот самый период. Несколько опустошенный, потому что была такая, возможно, в последние месяцы чуть потерявшая актуальность и потускневшая под налетом цинизма цель, но она была, а тут ее нет, просто нет. А когда ты еще совсем малой, у тебя исчезает цель, такой, куда? Ну, вот буквально то, что ты описал. Такой, а зачем это все? Вот. Я... У меня было много сданных ЕГЭ. Я сдал еще один. И подал прям реально на очень широкий спектр всего. И в итоге оказался на очке на психологии в РУДН и на заочке в Московском технологическом институте на кафедре виноделия. Вау. Вот. Специальность моя была... Я этого не знаю. Инженер-технолог пищевой промышленности. Мы с тобой знаешь, сколько знакомы? Нет, ты мне рассказывал, что ты инженер-технолог пищевой промышленности, что это была кафедра виноделия, что вообще, блядь, существует кафедра виноделия. Кафедра виноделия. Ты, видимо, «Варшавскую мелодию» не читал. Там очень важная роль играет кафедра виноделия. Я мелодии не читаю, как и газеты про звезд. Я их пишу, да, знаешь. Так вот. Ну, так или иначе, значит, на кафедре виноделия я проучился, по-моему, то ли полтора, то ли два года. Потом подошла очередная сессия. Это вообще, это прям кора. Мне звонят из моего института и говорят, «Александр, такие дела, ваши кафедры упразднены». Но, значит, ну, вот эти оптимизации, вот эти темы с лицензиями, потом вообще вам эту шарагу лишили какой-либо аккредитации. Но это уже для меня было абсолютно неважно. Вы прикрепляетесь на специальности. Инженер-технолог пищевой промышленности было две кафедры. Такое бывает. Вот они между собой этих студентов делят. Вы прикрепляетесь к оставшейся кафедре. Я такой, «Это какая?» Они такие, «Это макаронных и хлебобулочных изделий». Я такой, «Добро». Они такие, «Скоро у вас практика». Где? Они такие, «На заводе Макфа». И я такой, «Пока». Не то, что... Мне нет претензий к заводу Макфа. Я иногда употребляю их продукцию и практически всегда остаюсь более-менее доволен. В общем, мой любимый, одни из лучших макарон по соотношению цена-качество. Но при этом... Ну, да, лучше, чем Шебекинский. Согласен, абсолютно. Макфа пишите. Не без земля. Да, Макфа. Вот. Да и Шебекинский пишите. Если что, там это местами... Да и просто пишите хотя бы в комментариях. Да. Пишите, Макфа или Шебекинский. Вот. И я вдруг понял, что... Ну, я так хотел быть, знаешь, таким человеком... Ну, это юношеское что-то. Мне хотелось через некоторое время быть чуваком, которого есть высшее образование, а потом он может козырнуть. О, у меня их два, и я еще винодел. Вот. Это бы... Звучит, как из ведьмака прям. Было бы прикольно. Это тоже сорвалось. Я такой, тьфу ты, сука. Ладно, концентрируйся на одном оставшемся. У меня осталось психологии. Я закончил. Там чуть-чуть поучился, чуть-чуть попреподавал. У тебя вышка психолога. Да. И плюс квалификация психотерапевта. То есть у меня есть диплом. Стало всем зарабатывать. Сейчас меньше практикую, но как факт. И вот в этот момент мне что-то торкнуло такое. Я всегда любил театр. В первый раз в театр я попал в пять дней отроду. Так получилось. Моему отцу было как-то меня не с руки оставить. Мой отец вообще приколись знатный. Повел тебя в театр. Ну как повел? Положил меня в сумку и отнес в театр. Вот. Потому что его позвали. Он такой, премьера была. Типа, что, я не пойду, что ли? Положил меня в сумку, отнес в театр. Я в этой сумке благополучно спал. Вообще не шумел. Но, видимо, театр в этот момент как минимум полюбил меня. Потому что театр ненавидит кричащих детей. Театр в лице всех ненавидит кричащих детей. Зрители ненавидят, актеры ненавидят. А кто любит? Кричащих детей. А мамы. Акушеры. Мамы, которые по крику ориентируются, что ребенок жив. Ты знаешь, что материнское подсознание очень сильно в фоновом режиме сна работает на то, что если ребенок закричал, это хорошо. Типа у него, скорее всего, что-то случилось, но вообще это намного спокойнее, чем если ребенок не кричит. Короче, я решил, что это, возможно, мой шанс. Потому что я вообще должен был уходить в этот момент в армию. Но я подумал, что хуже не будет, если я подамся в щуку. Как я подавался в щуку, это кора, ну такая тоже микрокора отдельная. Потому что в последний день подачи документов в щуку мы поехали туда с Федей. Мы к тому моменту пили 4 дня подряд. И это был не последний день, когда мы пили. И мы вот в этом состоянии поехали в последний день вот в этот понедельник подавать документы в щуку. Я оказался в щуке, я такой, Федя меня так, значит, установил. И сказал, быстрее, нам еще на Газгольдер ехать. Я отправился, подал документы. И мне успели сказать, что это гадостное. Что, если у тебя не получится, уходи лучше прямо сейчас. Я такой, ну я попробую, пожалуй. А там в магистратуру надо было какие-то рефераты, и хренифераты. И я каким-то образом успел все написать, хотя у меня диплом был. И поступил. Получил режиссерское образование. Ты расскажи еще, при каких обстоятельствах ты поступил. Ну то есть в рамках, как бы... Какие шансы были туда поступить? Как я видела твоя позиция? Люблю эту историю, тоже мне впечатляет. Там огромное количество претендентов. Если не можешь похвастаться собой, похвастайся своими друзьями. Огромное было количество претендентов, но как факт, я был первым, кто был принят туда в магистратуру, на режиссуру, без профильного театрального образования перед этим какого-либо. То есть с психологией я пришел, не имея ничего общего с театром. Ладно бы хоть как-то там, не знаю, без образования в театре поработал, хоть какой-то опыт. Но я просто пришел, реально очень условно одуплял, что там в театре происходит. Так а как тебе удалось пробиться через свет и попасть туда, куда они попадают простые люди? Просто в этом всегда есть огромная доля везения, потому что ты как ни начнешь студировать какую-нибудь биографию великого артиста, там Никулина, Сухорукова, ты считаешь, его и туда не взяли, и сюда не взяли, и туда, и тут отказали, и по шесть раз поступал. Меня каким-то чудом взяли, я, ну вот, худрук и приемная комиссия, которая принимала у меня экзамены, потрясающие педагоги, они меня взяли, но далеко не сказали мне, все, ты наш. Они меня взяли и сказали, ну, попробуй вывести. И ты постоянно вот в этом ощущении, что ты едешь в хвосте этого пелетона, нюхая пот, жоп и всех едущих перед тобой, велосипедистов. Короче, в любом случае я к чему подвожу? К тому, что то, каким ты поступаешь, вообще не отображает то, что из тебя получится. Но все равно какой-то отбор необходим, чтобы отсеять тех, из кого точно никого не получится. И если ты это преодолел, ты попадаешь вот в эту самую кровавую какую-то гонку, где с тебя сходят семь потов каждый день, и ты реально ощущаешь, что либо ты полностью отказываешься от жизни, либо ты всю жизнь переносишь в щуку. Вот Федя, как мой ближайший друг, это очень хорошо ощутил. Минимум полтора года практически все наши пьянки либо полностью проходили, либо начинались в щуке. То есть он приходил ко мне на учебу, я такой, я через 10 минут освобожусь, еще 2 часа торчал на репетиции. Не, я мог просидеть, типа мы могли прийти оба с утра, и я мог в щуке провести целый учебный день. То есть типа там, не знаю, с 9 утра до 7 вечера. Причем я всегда утверждал, и мне всегда давали такие данные, что знаешь, там типа буквально пару хоров пропеть, и я освобожусь. Но потом я пробегаю мимо него в каком-нибудь удивительном костюме, в каком-нибудь купца, и он такой, Сань, ты что? Я говорю, сейчас быстренько мы прогоним. Сейчас, он момент. Вот, и это все было удивительно. А все это время я был не скажу где, потому что... Не все, как бы есть многое на свете друг Горацио, что недоступно нашему дарителю. Но в щуке есть удивительные места, да. И как факт, конец дня, я обнаружил самую главную вещь, что у меня все еще есть друг. Потому что очень многих людей, это факт, театральное училище вычищает вообще фон и заменяет его своим. Поэтому, на самом деле, театральная тусовка настолько жуткий между собой, где все перетрахались, где все передружились. Это не потому, что это такой уж клуб по интересам. Это потому, что даже за время того, как ты просто учишься, у тебя максимум остается время доехать до дома и чуть-чуть поспать. Это практически как медицинский. Тоже примерно самое. Вообще звучит охуительно, на самом деле, и звучит как огромное приключение, которое, мне кажется, каждый должен пройти, если у него есть возможность. Это как, я советую всем пройти афганскую войну, да? Это далеко не всем надо. Я не знаю, я не знаю, как там было, но вот по вашим рассказам звучит очень романтично, потому что это же... Это весело сто пудов, но, во-первых, ты заебываешься, как лошадь. Веселее всего это постфактум. Вот что, рассказывать об этом... А ты замечал, что вот эти моменты, которые ты постфактум знаешь, как самые счастливые, веселые, они тебе такими не кажутся в настоящем моменте? Это самое удивительное, это как будто бы инвестиция в будущее. То есть, знаешь, типа, если вот, например, выпивка, да, ходит такое мнение, что ты забираешь у себя радость завтрашнего дня, здесь ты как будто бы эту радость инвестируешь в будущее. То есть сейчас тебе плохо, но ты это переживешь, вспомнишь и порадуешься. Фишка в том, что я почему так люблю рассказывать, возможно, одни и те же истории. Я рассказал про образование, все? Вот, переживать их, типа, ты пострадаешь один раз, а вспоминать и радоваться можно бесконечно. Ну, плюс какой-то экспириенс уникальный. Я просто, ты да расскажешь, я объясню, к чему я это все. Хорошо, давай тогда все, давай теперь максимально сжато. Я отучился, сумел поставить дипломный спектакль. Кстати, у тебя недавно совсем, кстати, был, по-моему, да он? Я видел у тебя фотку, где вы стоите на сцене. Потом он еще переносился с малой сцены на большую, потому что он получился хороший, и его потом еще... Как называется? Большивая нота. Это, кстати, знаешь, вот это не лесть, это не нахваливание своего друга. Это все дело как бы ставилось в городе Кирове, и мы поехали туда, например, к Саше, и чаще всего дуэты, это всегда ты, типа, смотришь что-то не очень веселое, а потом пытаешься выжать из себя какие-то поздравления, типа, сказать неплохо, для первого раза ок, все не так плохо. До этой ты передебютер? Фу, да, дебюты, прошу прощения, дебюты. Мы приходим... Это реально как обреченный ехал. Да, я ничего не ожидал вообще, и я охуел. В смысле, я реально охуел. Потому что, во-первых, это мой любимый формат спектакля, короткий, потому что у меня есть горешок, я засыпаю на длинных спектаклях, и ничего не могу с собой поделать. Короткий, это сколько считается? Час. Мы там час 05 сделали. Вот, для меня, типа, и мои любимые спектакли, да, это короткие спектакли, они мне больше всего нравятся, когда лаконичная мысль уложена, да, и меня разъебало. То есть реально, когда закончился спектакль, я хлопал не своему другу, я хлопал, блядь, театральному режиссеру. И меня это впечатлило самого, я думаю, типа... Круто, круто, круто. Очень круто. Спектакль очень крутой. Фальшивая, по пьесе, это пьеса, да? Да, по пьесе, фальшивая нота, разъеб, вообще разъеб. Вот, ну, короче, вот она поставилась. И я в итоге выпустился, получил диплом, и я понимаю, что охренеть, я получил диплом в конце сентября, потому что все сдвинулось из-за пандемии. И думаю, а что дальше? И я оказываюсь вдруг в том же положении, в котором был за два года до этого, что, ну, вот сейчас, в общем, меня в армии и так возьмут, и, в общем, мне надо туда идти, но мне по-прежнему открыты ворота вроде как дальше. И у меня уже есть этот потрясающе странный и абсолютно нерепрезентативный опыт, что можно попробовать с нуля на следующий уровень образования поступить на новое образование. И я решил провернуть этот фокус еще один раз. Я решил отправиться в то место, ну, не конкретно место, а в ту сферу, которая занимала меня вот у нас, стоя на следующей ступеньке пьедестала после театра. Вот театр меня всю жизнь восхищал, а дальше следовала религия. Меня всегда интересовала религия. И даже летом в Кирове, бродя по железнодорожной насыпи, а именно так я отдыхал, я слушал лекции по патрологии и было удивительно интересно. А потом долгими вечерами, периодически прибухивая водочку по Дискорду с Федей Букером, обсуждал с ним всякие, ну, парадоксы божественной сущности. У нас действительно такие развлечения. То есть многим может показаться, что мы будто бы умничаем, но нет, мы правда, когда если мы оказываемся где-то вдвоем и квасим, в конце концов это приходит к крайне глубоким и очень, очень подкованным разговорам о Боге. Люди не понимают, что философия – это гораздо более весело, чем умно. То есть, знаешь, типа, когда ты как бы немножко владеешь вопросом, это веселая наука, знаешь, как у Ницше, мне кажется. Блин, неплохо, неплохо. Так я выпью с тобой за это. Да, и долго ли, коротко ли, я поступил, заняв единственное место аспиранта на кафедре государственно-конфессиональных отношений Академии Госслужбы со специальностью философии и религии и с конкретной специализацией на условиях возникновения сект и новых религиозных движений. Звучит очень могущественно. И когда я выкинул этот фортиль второй раз, я уже реально в себя поверил. Я такой, так, то есть я теперь уже я попробовал начать с нуля в аспирантуре. И уже снова я оказался вот в этой гонке. Снова ты понимаешь, меньше, чем все, еще меньше, потому что это уже вообще уровень, где люди вообще-то диссер пишут. А я такой, я говорю что-нибудь умное, мне говорят, Александр, вы рассуждаете блестяще. Ну, как профан. И ты, знаешь, тебя начали гладить по головке, потом такой, бум, тебе подзатыльник дали. И тут, кстати говоря, сыграли огромную роль. И вот здесь, я наконец-то надеюсь услышать от тебя вопрос, который ты все это время, видимо, готовил к моим образованиям. Сыграли огромную роль разговоры с Федей. Отвечу благодарностью этому человеку. Мне похвалили спектакль, абсолютно без связи с этим, но пометуя, хочу сказать, вот прикинь, я был в положении, когда мне надо идти сдавать вступительный по, собственно, философии религии, конкретно именно философии религии. Я пошел сдавать философию религии, мне дали резервную дату, искали, вот, ну, условно, там у тебя пять дней, готовься. И я сидел в Москве, готовился, в Питере сидел Федя и периодически получал от меня сообщения какие-то удивительного толка, типа, Федя, а что вот это такое? И какая-то цитата. Нет, правда, я очень многое подготовил сам. Здесь, я думаю, не будешь спорить, я огромное количество всего перелопатил и все, в общем, большую часть вопросов я подготовил. Но было несколько, где существовали такие формулировки, о которых я не имел представления. Вот я сейчас зачитаю. Это очень легко найти, потому что я помню, в каком-то чате и в какой-то момент было. Как нахуй воспринимать такой текст? Цитата. Но ведь трансцендентное для знатока религии и философа выступает в роли аксиомы, является своего рода эйдосом, пустым понятием. Да, у монотеистов оно становится равносущему, а потому это преображенное, трансцендентное, посредством его для монотеиста задает атрибуты реального мира, мира вечного, всякого тварного мира. Я вот поэтому готовлюсь. То есть это как бы не уровень, который мне потом когда-нибудь сдавать в экзаменах. Это уровень, который мне сдавать на вступительном. Это то, чем я должен владеть. Вот это мой пластилинчик, из которого я сейчас должен вылепить свинку, но потеху вступительной приемной комиссии. Иначе меня не возьмут. Получаю следующий ответ. Идея в том, что, короче, для монотеиста и человека погруженного все трансцендентное, оно типа пиздато и охуенно формирует свою жизнь относительно трансцендентного. То есть типа формирует свою жизнь относительно божьих заповедей. Человек создан по образу и подобию Бога и так далее. А для знатока религии и философа трансцендентное это типа просто базовое понятие. То есть оно не лучше и не хуже. Если типа монотеисты делят на мир, ну опять же это неправильно, но для наглядности мир идей пиздатый, трансцендентный мир, мир божественный и так далее, и тварный мир, мир типа хуёвый, греховный и так далее, то для знатока философии религии это понятие оно не имеет какой-то положительной или отрицательной окраски, оно просто есть. То есть он просто его воспринимает, не оценивая. Идея такая. Короче, монотеисты это негры, а бог это шриф. Понимаешь? Проблемы негров, шрифы не ебут, но проблемы негров ебут очень сильно. Это очень хорошо, это очень хорошо. Это бандос, ему и на шрифа похуй на негров, похуй. Они просто есть, и он вступает с ними во взаимодействие когда надо и по тем поводам, по которым надо ему. Я стоп, хуйню сказал, придушу. Продолжен пример отменяем, сейчас приведу нормальный. Монотеисты такие, нихуя себе, бог есть, бог прекрасен, идеален, давайте построим мир по его законам, его образу и подобию. А философы такие, типа, блядь, ну заебись, что бог есть, нам это и так понятно было. Ну типа, это не новость. Мы все равно делаем, что делаем. Я стоп, хуйню сказал. Вот это философия в двух минутах. Я еще пристал, сейчас я бы получше сказал, но я старался. Ну я поступил, ты понимаешь, я поступил с максимумом баллов набранных, вот, и не зря, не зря. А еще, судя по голосу, Федя вот так чистил зубы, где-то стоял такой, проснулся такой, ты понимаешь, ты монотеист. Мне кажется, там где-то тусовался. Вообще, это стиль, это стиль. Я просто объясню, у меня есть финальный вопрос, который, это последний подводящий вопрос к тому вопросу, который я хотел задать, и это правда, я считаю, большой, хороший тейк подводящий вопрос, как в итоге высшее образование повлияло на твою жизнь, в том плане, что, я не знаю, нашел ли ты, то есть, нет, понимаешь, я не буду спрашивать у тебя, нашел ли ты для себя Бога, потому что я, как бы, знаком с тобой еще до твоего поступления на философию религии, я, как бы, понимаю твои отношения, это был бы вопрос такой, знаешь, вопрос бульварный, как бы, для того, чтобы рассказать людям в камеру, стал ли ты там, я не знаю, режиссером своей жизни, да, и не знаю, нашел ты там хоть какое, вообще повлияло на твою жизнь, чувствуешь ли ты, ну, четкий импакт образования на свое, да, на свое постоянное бытие, я объясню потом, к чему это, но это важный... Да, но здесь, я уверен, не было бы никакой разницы, если бы я получил все то же самое и прошел всю ту же самую историю вне, не знаю, аккредитованного государством учебного заведения, для меня бы ничего не поменялось, то есть, понимаешь, высшее образование в наших умах это какое-то явление, такое, где в конце обязательно есть диплом, а в начале вступительный, а периодические сессии, мы это воспринимаем как какую-то такую готовую структуру, вот, структура для меня, честно говоря, была не очень важна, потому что я самым ценным для себя образованием, пока, конечно, считаю образование в Щуки, и во многом его структура там, не знаю, третьего, четвертого месяца обучения, определялась исключительно мной, то есть, да, у меня было какое-то расписание мое магистрское, но я ходил и к одному курсу, и к другому курсу, и к третьему курсу, занимался тем, что мне важно, чтобы в итоге прийти к тому, к чему я пришел, то есть, заслуга ли мое какое-то становление эфемерное, заслуга ли это высшего образования, наверное, нет, заслуга ли это конкретных педагогов, через чьи руки я проходил, конкретных авторов, которых я прочитал благодаря педагогам, конкретных стен, где я провел очень много времени, да, безусловно. Я объясню, в чем вопрос, и хорошо, что мы это вскрыли, потому что в этот момент, вот в этом конкретном моменте я с тобой не согласен, в общем, тейк, о котором я очень долго думаю, что высшее образование, это не просто, как у нас, знаете, у нас есть вот это поверье в России, что высшее образование для корочки, высшее образование надо, приличный человек с высшим образованием, высшее образование, чтобы в армию не идти и так далее, и для многих это высшее образование обесценивается, я считаю, что высшее образование это в первую очередь не хорошо и не плохо, давайте мы вот эти оценочные суждения сразу отрежем, я не говорю, что люди с высшим образованием лучше или хуже других, но высшее образование, это, во-первых, мощнейший инструмент социализации после школы, именно вот это академическое хождение, в вуз, общение с преподавателями, сдача и т.д. А во-первых, это а во-вторых, это мощнейший в быту сепарирующий фактор, который очень четко разделяет людей, имеющих высшее образование и людей, не имеющих высшего образования, при одном условии, при том условии, что и те, и другие люди находятся примерно короче, в общем, в каком-то социальном круге. Я объясню, в чем идея. Я только сразу маленькое ловерды вставлю, чтобы ты в своем дефинировании идеи. Заодно я ответил на мой вопрос. Если все раскладывается так, как ты сказал, это еще инструмент разделения, то есть, получается, я должен ощущать себя равным по качеству образования с человеком, у которого диплом университета Синергия, да? Не совсем. Это уже немножко другой вопрос. Это уже вопрос аккредитации, это вопрос доверия, уважения и так далее. Естественно, нет, я не говорю, мы вообще не говорим на самом деле о качестве, если уж прямо говорить, того или иного образования. Мы говорим, в принципе, о самом процессе. То есть, безусловно, человек, смотрите, если мы берем, все четко знают, что школа — это мощнейший инструмент социализации ребенка, и школа нужна не столько... Да, как и тюрьма, например, и армия, и прочее вот это. Школа прям супер похожа на тюрьму. Школа нужна не только за тем, чтобы получать, не столько даже за тем, чтобы получать знания, потому что далеко не все знания, которые преподают в школе, усваиваются, сколько как среда, в которой ты учишься, там выстроена вот эта вертикаль власти, а-ля там, блядь, надзиратель-заключенный, да, а-ля там учитель-воспитатель-ученик, и у тебя есть возможность, с одной стороны, в рамках этой вертикали договариваться горизонтально, то есть, типа, учишься договариваться, социализироваться, социализируешься, общаешься со своими сверстниками, учишься строить с ними контакт и так далее, проводишь с ними время, учишься находиться в обществе и в коллективе, в том числе получаешь навыки коллективной работы, и учишься взаимодействовать вот с этой вертикалью власти в плане договариваться с вышестоящими, потом у тебя со временем появляются еще какие-то там нешестоящие, младшие товарищи, в общем, какая-то такая очень условная, но, тем не менее, модель общества, Которая дает вот эти важные социальные навыки И я считаю, что высшее образование Кто бы что ни говорил Это не менее мощный инструмент социализации Который очень сильно моделирует сознание Я объясню почему Люди, которые не получают высшее образование И при этом достигают каких-то успехов в жизни Это чаще всего люди, которые после школы Бросив университет в какой-то момент Или не поступив в университет Начинают искать себе работу И начинают пробиваться сразу же по карьерной лестнице Обычно в рамках, например, семьи Или в рамках, ну классической, да, семьи Это, ну, не всегда поощряется Есть семьи, в которых сразу надо приносить деньги в дом Потому что ситуация бедственная и так далее Но в рамках какого-нибудь там низко-среднего или среднего класса Это не поощряется Надо доучиться и так далее И чаще всего человек, который отказывается от высшего образования В пользу того, чтобы рано начать строить карьеру Это человек, который должен вот эту разыграть Сейчас это немножко долгая подводка Но я надеюсь, что она просто раскроет все мои мысли Чтобы какие-то ненужные ветки разговора сразу отсечь И подискутировать об этом Это человек, который разыгрывает карту уверенности в себе То есть он идет наперекор И наперекор этому начинает строить свою карьеру И в процессе построения карьеры я работал на большом количестве Нескоквалифицированных работ И я понимаю, что там уверенность в себе Желание пробиться и упорство Это одни из главных факторов Которые могут тебя в целом куда-то привести Даже если не в рамках этой карьерной лестницы Но в целом дать тебе опыт Человек, который не получает высшее образование Безумно вкладывается в уверенность Ему надо быть уверенным, чтобы отбивать нападки семьи Ему нужно быть уверенным, чтобы отбивать нападки общества Ему нужно быть уверенным, чтобы пробиваться В рамках карьерной лестницы Когда ты молодой, тебе 17-18, 19 и так далее Ну работа действительно трудная И даже если ты суперспециалист Если ты в 19 лет суперспециалист Согласись, не все воспринимают тебя всерьез И с этим много-много факторов С которыми нужно бороться А человек, который идет получать высшее образование Ему не столько важна уверенность в себе Сколько важны умения Такие, как, например, умение договариваться Потому что это более прокачанный вариант школы Где у тебя больше ответственности за себя Но тебе все еще нужно договариваться И работать в коллективе Все еще нужно договариваться У тебя просто больше путей к этому С вышестоящими какими-то инстанциями Оно лучше и больше учит тебя в социальной игре И поэтому на выходе Человек, который добился чего-то через высшее образование И добился чего-то в обход высшего образования Несмотря на то, что могут существовать в социуме Очень рядом, принципиально отличаются И вот для меня это не то, чтобы Знаешь, кому-то покажется, что это абсолютно очевидно Но кто-то считает, что если человек добился без высшего образования Ну как бы они ставят их в один ряд Хотя это принципиально разные люди Потому что в большинстве своем Они проходят разные пути И получают разные социальные навыки И социальные умения Ты согласен с тем, что они разные? Я просто не очень Я согласен, наверное Сейчас у меня много мыслей Но вообще я хочу сказать, что да И вот я как человек, который как раз бросил Институт на последнем курсе Я жалею на самом деле Что у меня не было такого опыта, про который вы рассказываете К примеру, ты про щуку рассказывал Федя про свои истории Я понимаю, что у меня этого не было И уже никогда не будет Потому что тот возраст не вернуть А сейчас поступать куда-то Это уже не то же самое И я вот хотел вот такую правку внести Что все верно, на мой взгляд Но очень важно, где ты получаешь И какое образование ты получаешь Потому что вот в моем городе В Челнах, где я учился Почему я еще Ну я вам объяснял, что нас учили на счетах Бухгалтерии в 2010 году Мне казалось это очень странным Так во многом было Лишь там, может быть, один или два препода Вызывали уважение и доверие К тому, что они говорят Потому что я думал, что И то потом оказалось, что один из них Это вербовщик был В том плане, что Ну не ФСБ, а Это был чувак-бизнесмен крупный И он искал среди студентов Чуваков, которым будет интересно Продолжить себя в роли финансиста И он брал к себе таких Замотивированных чуваков Это что-то из Драйзера И он типа, да В нерабочем времени преподавал И он преподавал офигенно Потому что он рассказывал Именно практические знания Как он реально зарабатывал деньги Какие истории рассказывал Случаи из жизни И все это подкреплял какой-то теорией Настоящими знаниями Которые могли пригодиться И его было реально интересно слушать В остальном в 95% Это не было интересным чем-то И другой возможности Не было в принципе в городе Я уже, по-моему, нескоро Ты говорил эту мысль, что Лишь после переезда в Питер В 23 года Я только этот год 2012-й считаю своей жизнью Годом отсчета Когда я начал, по сути, жить И реально увидел мир Потому что до этого я его не видел Я жил Вот ты рассказывал про деревню Но у меня ощущение, что Вот в деревне Ну ладно Это неправильно сравнивать Но там Свои приколы есть Вот Мои приколы в моем городе Хотя он полумиллионный Он не давал тебе ничего По сути Может быть, конечно, я так Мне так не повезло Не знаю Но Короче, я согласен с этой мыслью Вышка нужна Плюс Я не говорю, что она нужна А не просто И это работает Только при условии Что и человек, который строит карьеру Без высшего образования Человек, который строит карьеру через высшее образование Оба заинтересованы в том, чтобы прийти к какому-то результату То есть они оба не просто проебываются А оба работают Идут к какой-то цели У них разные пути, да Да Просто что эти разные пути дают Я к чему? Что эти разные пути дают Принципиально разный опыт Который может Потом влиять на совершенно другие Не связанные с работой Или образованием сферы жизни Может по-разному моделировать личность Это как человек, который прошел войну, например Понимаешь? Они абсолютно Ну, это утрировано И эти люди абсолютно не все одинаковые Но у них есть какие-то общие признаки Здесь же главный фактор Вот мне, что больше всего нравится В получении высшего образования Это социализация Плюс это как раз люди, которые Как бы Понятное дело, что не все Но как бы заинтересованы в том же направлении Куда и ты попал Потому что вы на одном факультете И как бы вы, соответственно Если у вас какая-то есть идея Допустим, если это что-то творческое Допустим, режиссер То тебе не так сложно найти компаньонов Для какого-то проекта Потому что вроде как вы все Учитесь на одно и то же Поэтому у меня такая проблема была После переезда в Питер Потому что я никого не знал И когда мне нужно было что-то реализовать Мне тупо негде было взять людей Заинтересованных в этом Ты же не будешь в интернете Ну, ты будешь, точнее Так и приходится делать Но это очень Обходной путь Короче, мне нравится эта идея И еще вдобавок Короткая такая ставка, что По-моему, в Швеции было, что ли Я какой-то смотрел видос про Швецию Где старички, там, лет 60-70 Они учились в каком-то институте Это такая вот у них была Локальная тема Для старичков А-ля института, что-то подобное Они учились И они образовали В рамках этого заведения Киберспортивную дисциплину Они играли в контру 5 на 5 И про это, собственно, и был видос Пять старичков А, я видел, кстати, такое что-то Пять шведских старичков Играют против пяти шведских старичков В CSGO на Дасте втором Хорошо играют? Ну, я не знаю Я вот как бы саму игру не видел Просто показывали про них Но, блин, даже если они играют плохо Сам факт того, что им это интересно Это меня навело на мысль, что Как мне этого не хватает Возможности, там, в любом возрасте Поступить в какое-то заведение На любую профессию И найти людей, которые были бы С тобой на одной волне Потому что, когда ты уже поступаешь Там, не знаю, в 40 лет На, не знаю, там, на режиссера Очевидно, что это не тот выбор Который у тебя происходит В 18 лет, когда тебе родители зачастую говорят Я вообще поступал на банкира в 14 лет В техникум, потому что Это было ближайшее заведение К моему дому А не потому что я мечтал Стать банкиром И когда ты в 40 лет Кому приходишь, это другое Это то, чего ты действительно, возможно, хочешь Поэтому мне кажется, это круто Когда вот есть возможность Быть в компании Изномышленников Позвольте, я в таком случае Все-таки вам проопонирую Хотя вы очень убедительны То есть очень много Из того, что я изначально Хотел сказать Как бы эти вопросы закрыты Есть резон Начнем с социализации Факт Вот здесь я даже спорить не буду ВУЗ Как минимум одна ступень Высшего образования Это просто фантастическое Средство социализации Которое практически Ничем не восполнимо Даже успешное попадание После школы Сразу куда-то на работу Не заменяет его Потому что там Другие отношения Там даже товарищество Немножко другое Потому что вы не в равных условиях Каждый, кто работает Тут на день дольше тебя Он на другой ступеньке А в УЗе Вы вот с одного начали И пошли Спорить я С этим не буду У тебя был Маленький такой Тезис Про то, что Вот ты в 19 приходишь куда-то Я много где серьезно Даже не восприму В профессии, где оказался я А я все-таки В первую очередь Позиционирую себя Как режиссера Между 19 и 25 Разница ноль В 25 Ты ровно Настолько же Никем с порога Не воспринимаешься Серьезным Челом В режиссуре Как с высшим образованием Так без высшего образования С тремя высшего образования Насрать Да и в 40 по-моему И могу сравнивать Могу сравнивать Обучение на режиссера В Щуке Было не похоже Вообще Ни на что Это было Что-то абсолютно Уникальное Удивительное И Настолько Настолько Иррациональное Как будто Это случайно Так звезды Сходятся И Еще Десятилетия Полтора Просуществует Такая система И она исчезнет Она абсолютно Архаична Она очень похожа На что-то Средневековое С этими Мастерами Подмастерьями Не действуют Никакие Вот эти Модные Тенденции Про то Как на самом деле Должен педагог Общаться со студентами И так далее Поэтому я бы убрал Его за скобки К тому же Что Режиссерское образование Одно из немногих Где ценится Чтобы ты пришел У него попозже Это вот тот случай Если туда приходит Старичок Это типа хорошо Ну не прям Старичок Наверное Но если туда приходит Человек в 40 Это вот прям Классика жанра Потому что Человек Он Насмотрелся Понабрался Там и сям Скорее всего Поработал там И в театре И в кино И где-то И вот он решил Стать режиссером Просто добавить Себе немножечко Академизму Поэтому Режиссуру мы убираем Но самое главное Вы говорите Очень важные вещи Ты с позиции Человека Который прошел Этот путь до конца Ты с позиции Который вот Оставил И сожалеет Есть важная проблема Если вы Проходите Высшее образование Какое бы то ни было Вы Проходите Через шестеренки Машины Очень крутой Полезной И даже С поправкой на то Что она Бывает Работает хорошо Бывает Работает средненько Она в любом случае Очень полезная Это машина Которая Каждый год Выплевывает В космос В никуда Сотни И тысячи Штампованных Таких же Людей Да У вас Разные дипломные работы Разные темы И разная Сфера Но это все еще Например Не какая-нибудь Аспирантура Где вы прям диссер пишете И сами проводите Научные изыскания В целом Вы базируетесь Примерно на одних И тех же знаниях Которые вам дают Это такой Апгрейднутый И более свободный Филиал школы Вы проходите По пути Полезному Который Проходят вместе с вами В год Тысячи человек За несколько лет Накапливается на рынке Ну там Десятки тысяч Человек С вашей же специальностью И с ровно Вашей образовательной Конфигурацией Если ты пошел По пути Того чувака Который после школы Сам начал Как-то пробиваться Как-то жестко Выцарапывать Из жизни Эти знания Вместо того Чтобы идти в вуз Тащить их Из работы Из странных Каких-то обстоятельств Из приключений Пертурбации И честно говоря Удара в жизни По щам Это путь По которому Проходят единицы Не скажу Что я ему завидую Просто возможно Такой путь Делает тебя Намного более уникальным Ты не прошел Ту школу Социализации Но ты прошел Вот тут уж Строго По своей тропе Ты никогда Не встретишь Человека С которым Ты Значит За рюмочкой водки Обсудишь Что вас учил Один и тот же Педагог И вы от него Узнали одни и те же вещи Ты абсолютно один Если Это твоя конфигурация Рабочая То ты Автоматически В лидерах У тебя нет конкурентов Справедливые Здесь я тоже Даже не смогу До конца возразить Потому что Я учился на кафедре Таких кафедр Сколько? Две в стране И одна из них Моя выпускает 8 студентов Год через год То есть Типа в 2 года Нет В год 4 получается Нет Если 8 Год через год У нас было 10 Доучилось примерно 5 То есть 2,5 студента в год Выпускает моя кафедра Полтора земли Поэтому Да Этот опыт Наверное Тоже уникальный Я просто к чему Я заметил за собой Такую штуку Это на самом деле Очень во многом Личный опыт Мне просто хотелось Взять какой-то Очень личный тейк Который я много осмыслял Выкинуть его В пространство дискуссии И посмотреть Кто что скажет Потому что Я понял Что я за время Высшего образования Обзавелся Абсолютно уникальной штукой Я не знаю Хорошо это или плохо Но блять Я за время получения Философского образования Послушал столько Разных идей Столько разных Умных людей Великих людей Которые рассказывали Про концепцию мира Про добро Про зло Про то как надо жить Про то как не надо жить Про человека Про его место Про Бога Я послушал Столько этого И это В одним Это было постоянно Короче Они постоянно Как будто бы Оппонировали друг другу Потому что Каждая последующая эпоха Там в той же философии Она буквально отрицает Либо дополняет Знаете как Как Христос Да новый завет Да новый завет Он как бы В один момент И дополняет И отрицает Ветхий завет И так далее И типа Ислам так же Знаете И дополняет И отрицает Христианство И так далее Я к тому что Я уже блять Ни во что не верю Я вышел из универа Абсолютно Калечным чуваком В том плане Что я с каждым годом Я блять Я уже ни в чем Не могу быть уверен Ты же Подожди Ты же религиозный человек Да нет я объясню В том что типа Я Чтобы поверить Мне нужно сделать Над собой усилие То есть Радикальности Во мне не осталось Вообще никакой Я увидел столько Разных взглядов И ни один из этих взглядов Не был правильным Вот что смешное Люди блять Тысячи лет Бьются над одними Теми же вопросами И никаких ответов нет И я пришел к тому Что я Чтобы поверить Мне нужно создать Для себя Искусственный ограничители Сказать Я в это верю То есть Это блять Усилие разума И ты смотришь на людей У которых высшего образования нет И которые через вот эту вот Блять Мясорубку взглядов Не проходили И ты впечатляешься им Потому что они уверены В отличие от тебя Они уверены в том Что видели У них был один путь Он был Как говорит Саша Трудным Тернистым И так далее Они сами пробивались Они сами выгрызли В себе Себе место В мире И они понимают Что если ты не веришь В то что ты делаешь Блять У тебя ничего не получится И вот они как раз таки Верят истово И мне Этой веры Очень сильно не хватает Потому что реально Я не могу в себе Такое даже воспитать Он Смотрит на мир Через призму Не просто человек С высшим образованием Через призму Человек с высшим Образованием Философы Это большая разница Ты как Валерстайн Который такой Мир живет Мир живет Типа системно И значит Наша мир Система едина Нерушима Неразделима Непоколебима И ты понимаешь Стоит тебе Чуть-чуть Заглянуть дальше Мировоззрение Валерстайна Который Ну сформировался Под влиянием Определенных Каких-то Факторов Вот И ты такой Эммануил Эммануил Стой Стой Кажется Кажется Будто бы Мир не так уж Един И уж точно Не так уж Стабилен Но у него Четкое мировоззрение Продиктованное Факторами Под которыми Он Значит Формировался У тебя то же самое Мне кажется Ты записываешь Заслугу Высшему образованию Просто то Что дала тебе Твоя конкретная Очень крутая Видимо кафедра Но все что у меня есть Это мой эмпирический опыт Личный Ну смотри Выкрутился Я же субъект Ну не более того И поэтому я могу Рассуждать только об этом Поэтому я и выкидываю Это в пространство Дискуссий Не только наши На троих Плюс наши уважаемые Господа операторы Но и как бы Дискуссии в интернете Чтоб людям было О чем подумать О чем поговорить Если вы со мной Если вы со мной не согласны Я только этому рад Это значит Что Блядь Моя точка зрения Это все еще всего лишь точка Ты крутой Мысль крутая Не просто Мне было интересно Что вы скажете Для меня это правда важно Кроме шуток Мне кажется Твой опыт не коррелирует С тем Что значит Вообще высшее образование В целом Потому что опять же Какое высшее образование Куда Например Слушай У нас были долбоебы Также на факультете Которые у нас реально Ну не в смысле Ладно Я сейчас не хочу Долбоебов Уже припомнили Я не называю этого человека Вы не согласны У нас тоже были долбоебы Я не называю этого человека Долбоебом Я просто говорю Что его образ мысли Абсолютно отличался От того места Куда он попал И именно это несоответствие Вызывает у меня смех У нас был чувак Который приехал Из Пятигорска Потому что Хотел поступить На кафедру политологии Но кафедру политологии Внезапно С философского упразднили А он уже начал поступать И все что ему осталось Он поступил Это как история с макаронами Ну да Типа того То есть он поступил на куда-то Знаешь куда ему было не надо Потому что он хотел быть политиком Скорее всего Из той логики Что он хотел Значит как-то прикоснуться Вот к этой большой политической игре То есть он возможно Не понимал Что политология Это значит ты будешь Политическим обозревателем А-ля там Шульман Екатерина Политолог типа Да-да-да Ты не будешь как бы мужиком Который бабло качает Вот И это был чел из Пятигорска Который чисто Я просто подхожу к универу А он сидит на корточках Ну сука как в анекдоте Как свидетель из Фрязина В белых спортивках Реально сидит на картонах И говорит Пш-пш-пш Стиги не найдется Я Этого не может быть Я даю ему сигарету Он полгода Это политолог Да понимаешь И он не политолог Он был культуролог Или типа того Или конфликтолог О-о-о Еще уж Вот И он типа какое-то время Полгода или год проучился И отвалился По понятным причинам Но есть много людей Которые не отвалились И там На философском факультете Были блять Самые потрясающие У нас была пара Сформировавшаяся В процессе обучения Девочки с религиоведения И пацана тоже с религиоведения Они обженились И начали жить вместе Пацан решил Что раз у нее есть Жена ему похуй Он просто стал сидеть дома Жрать пельмени А когда жена начала его пилить Он набрал микрокредитов На ее имя из баблом Съебался к себе В родной город А вот это была проверка на веру Вот И такие люди тебя тоже окружают Как бы Конечно Конечно Ну блин А вот если бы его обучили На счетах считать Возможно он бы подсчитал Все за и против И пришел бы к чему-то еще В общем высшее образование Штука сложная Но я считаю Что это как афганская война И как говорила женщина В кандибобере Каждому советую пройти это А вот Эрик что-то хотел сказать А у меня есть к вам Следующий вопрос Который тоже Сколько у тебя Снимающие дискуссии Снимающие предыстории Но перед этим Вспомнил одну историю Вот как раз Который хотел сказать Про сегодняшнюю тему Про высшее образование Помана в тему Видел пост в инстаграме С хорошей мыслью Где какая-то По-моему журналистка Высказывается на тему Недавнего интервью Собчак с Ивлеевой Я его не смотрел Но очевидно У них с Ивлеевой был интервью Очевидно чего там Можно ожидать Суть не в этом Суть в том Что он приводит Некоторые цитаты Из интервью Где Собчак спрашивает У Ивлеевой Кто написал Отца и дети Таня может ответить Потом что-то еще Ивлеева не знает Кто написал Отца и дети Да Но Суть в другом Суть в том Потому что как бы Она понимает Что ее Собчак давит Вот этими вопросами Из школьной программы Которую она не знает Типа намекает Что вот ты такая богатая Здесь сидишь популярная А шаришь Ты вообще там Да Другие него условия И она говорит Что Знаете ли Собчак Кто написал Отца и дети Ну она же подготовилась К эфиру Не но если у нее Бумажка с ответами То конечно И Ивлеева как бы В самооправдание говорит Ну если что Вот я там зарабатываю Десятки миллионов рублей И так далее Она начинает как бы Оправдывать свою позицию тем Что как бы Не обязательно знать На самом-то деле Вот такие вещи Потому что можно Стать успешным И без этого Это к теме того Что нужно ли Вышеобразование Точнее ну вот Есть как бы Два пути Там Пики Точеные Вот И Третий Собственно этот диалог Комментирует вот эта журналистка Я забыл Как ее зовут Олеся какая-то И у нее хорошая мысль была Она для многих Может быть поверхностная И очевидная Но я подумал Блин прикольно По крайней мере В том контексте Как она ее сформулировала Мне показалось это интересным Что различие между тем Знает человек автора Отцов и детей Или его не знает К примеру Ну это как Такой утрированный пример В том Что люди Которые интересуются Только тем Что происходит Лишь в их личной жизни Те моменты Которые помогают им Заработать Или там Стать популярнее Она их называла Мещане Как раз Друзья Я воспользуюсь Доступным мне чит-кодом Потому что Считаю важным Донести классную мысль От Олеси Мироновой Так зовут авторы Следующих слов Этот кусок Я дозаписываю на монтаже Потому что Во время подкаста Я отвлекся И потерял цепь мыслей В итоге Идея была донесена Не совсем корректно И не полностью Собственно Вот отрывки Из поста Олеси Обязательно ли Обычному человеку Живущему в России Знать русскую классику Иметь хотя бы Элементарное представление Об истории своей страны Нет Не обязательно Помню как Однажды На заре своей карьеры Я поехал в пресс-тур В Швейцарию С очень образованными людьми То были журналисты Ведущих российских изданий Я расскажу Какие разговоры Велись за столом Олеся А что вы думаете О войне красношапочников И желтошапочников Олеся А как вы относитесь К части творчества Достоевского Которую он написал В Швейцарии Олеся Мне крайне интересно Ваше мнение О Луначарском Мнение о Луначарском У меня на тот момент Отсутствовало Более того Я и вовсе Не могла припомнить Кто же это Ровно так же Я не знала ответы На следующие вопросы И мне было стыдно Мне казалось Что все эти люди Тщетно пытающиеся Вовлечь меня В интеллектуальную беседу Лучше меня А потом я спросила себя А чем они лучше И поняла Они любопытнее Им не все равно Чем занимался Достоевский В Швейцарии Не наплевать За что Мандельштама Отправили в ссылку Они обладали знаниями Не потому Что их кто-то заставлял Им просто Было интересно Это ключевое слово Для данной категории людей Интересно И с людьми Этими было безумно интересно Были в моем окружении И другие люди Их не интересовали Искусство История И литература Их увлекала Только собственная жизнь Работа Отношения Внешность Быт Они не читали книг Но смотрели Сериалы И ток-шоу А на вопросы Об искусстве И литературе Они не могли ответить Потому что Не изучали А не изучали Потому что Неинтересно Это ключевое слово Для данной категории людей Неинтересно Их увлекает мир Лишь в той его части В которой можно получить Всякие ништяки И улучшить свое Насущное существование Внешность Деньги Гаджеты Быт Материальные блага Интересное кинцо Которое Не грузит твою голову Все, что вне Личных интересов Неинтересно А если нет интереса Нет и знаний Все закономерно Для таких людей Есть емкое название Мещане Мещанин Это человек Который не видит Смысла получать знания Которые не могут пригодиться ему В его уютной Мещанской жизни Зачем знать то Что не приносит денег Так рассуждает Мещанин Мещане Отлично проводят время Берут в кредит Машины и гаджеты Весело тусуются С друзьями В модных местах И знают Где прикупить Классных шмоток Мещане часто Бывают вполне себе Неплохими людьми А вот интересными Редко Ведь интересным Человека делают Любопытство к миру А не к лаку для ногтей Мещане редко понимают О мире что-то важное И глобальное Ведь им неинтересно А поскольку они мало Что понимают о мире То в них нет возможности Вложить это понимание В своих детей Поколение людей Не знающих Кто написал Отцы и дети Растит следующее поколение Давая им невербальную установку Не забивать себе голову Ненужными знаниями К чему это приводит? К тому, что из года в год Нация теряет свою глубину Становится все более поверхностной Результат мы видим повсеместно Плохая музыка Плохое кино Повышенный интерес к таким шоу Как Дом 2 Неспособность создавать Талантливое и уникальное Неспособность глубоко чувствовать И осмыслять этот мир Талантливые люди Все чаще уезжают из страны Их творчество здесь не популярно Мещанам больше по душе Тикток, Бородина, Бузова и Моргенштерн И с каждым годом Мещан становится все больше и больше Все, а теперь продолжаем Спасибо Я подумал, это интересная мысль Потому что Ну, по любопытству людей К открытию новой информации Недоступной им ранее Можно как раз понять Вот эту некую цепочку Которая как бы Говорит о том, что человек Интересующийся вот Вовне Он интересуется тем Почему так? Вы помните вот этот мем? Почему так? Почему так? А дети гибнут И мне показалось, что это круто То есть В этом разница как раз Это не про высшее образование, конечно, немножко Но про то, что люди, которые любопытствуют Мне кажется, прелесть Устройства человека Неважно, вы креационист Или вы Последовательный сторонник Теории эволюции Неважно Прелесть человека в том, что он На всем может посмотреть Под разными углами Нам на это дано Например, бинокулярное зрение У кого-то оно Как у какого-нибудь пирата Отозвано потом Вот Но Так или иначе У нас У всех с вами оно есть И поэтому Я могу, например, сказать здесь И в защиту Ивлеевой И В некотором роде Уязвить ее С одной стороны Я считаю, что Действительно Абсолютно по хую Если у нее цель Зарабатывать много денег И у нее это получается Кто написал Отцы и дети Прям совсем Потому что я ненавижу Когда я умничаю в компании Когда я умничаю в компании С братанами И появляется кто-то То вот сидел Вот тупил Фантастически Ни одной вещи умной За вечер не сказал Потом он Ахает рукой По стулу И говорит Да ты Да ты мне даже не ответишь Типа Вот я тебе открою капот Ты мне Соленоид не покажешь Он такой Ты вообще как? Ты вот можешь Например Там, не знаю Перебрать карбюратор Я не могу Да что ты вообще знаешь В таком случае И ты понимаешь В его системе координат Показатель Человека Как минимум Приличного И рукопожатного Это человек Который Ну может Перебрать Карбюратор И по крайней мере Покажет Где соленоид А я Знаю про соленоид Потому что Я когда-то посмотрел Хреновый фильм Спилберга Война миров И там вроде Что-то про соленоид Говорили В самом начале Вот Только поэтому Вообще знаю Что он есть И Я впервые услышал Что это сейчас В системе координат На думской Духуя Лежат там Соленоид Идет вон соляной Короче Вот В этом и суть Ты понимаешь В системе координат Этого человека Это капец Как важно И он Вот в момент Когда он Вот это Высказал Он реально Показал свое Превосходство И Ну честно говоря Для себя Вот все точки Надыра ставил Никто не ответил Как Карбюратор То перебрать Ну все дебилы Получается Он знает Верну утраченную Самоценку С другой стороны Я вот живу Без этих знаний И не то чтобы Горжусь этим Я буду очень рад Научиться перебирать Карбюратор Но если мне пригодится Короче все это К чему Для меня Персонально Для меня Достаточно отвратительно Было бы наблюдать Девушку Которая После того как Ее просто улечили В том что она не знает Кто написал От свои дети А вообще так-то Можно забыть Можно отшутиться Я как-то раз Забыл что Там Фадеев был Александр И забыл что Фанвизин был Денис И сделал это Непосредственно Передача Книжный чел Очень стыдно Казалось бы Да Но Ну вот бывает Да Забыл Беда Я бы выглядел На мой взгляд Достаточно отвратительно Если бы на это Сказал Ты знаешь Вообще-то Вот я не помню Да Кто Фанвизин Ты знаешь Что я могу Пол-литра выпить Залпом Вот Типа перевел бы Смотри Залпом Залпом Водки например Пол-литра нет Стакан могу Африканская мача Я не пробую Коровье Короче Понимаешь Как только я перевожу Это в другую систему Координат Я для огромного количества Людей Начинаю выглядеть Баклаком И поэтому Здесь Как бы С одной стороны Настя Явлеев Действительно абсолютно права Ей не упал вообще Тургенев То что она не знает Ничего вообще Постыдного в этом Нет Я сам даже забыл Я сам забыл Что Тургенев Но дело-то не в этом Но из моего круга Она определенно бы выпала И не поэтому Не потому что она не знает Потому как она позиционирует А потому как она ответила На этот вопрос Если она начинает Я просто не видел Я с твоих слов Но если она на этот вопрос Отвечает А я вообще-то зарабатываю Десять лям Вот на этом этапе Она выпадает В моем кругу Может быть десять человек Которые не знают Что отцы и дети Написал Тургенев Не только забыли Не знаю О том речь Кто Или такие Блин не знаю Ну честно говоря Даже не интересовался И не читал Да на здоровье Но если ты такой А вообще-то Ну пошел ты нахуй Так как раз не знать Это не стыдно Просто классно же То что потом ты Начинаешь гуглить К примеру Блин да я не знаю Интересно И ты начинаешь образоваться Или ты просто обосновал Ты говоришь У меня нет к сожалению Времени считать Мне это меньше понравится Но это все равно ответ А ответ про то Что типа Камон Вообще-то я зарабатываю Очень много Просто суть в чем В том что Во-первых Я не считаю Не совсем корректный вопрос Потому что я уверен Что Ксения Собчак Также могла бы засыпаться Если бы ее в ответ Спросили там Знаешь Кто написал Отцы и дети Как умер Жан-Батис Люли Нет ты говоришь Тургенев А потом спрашиваешь Что сделал Жан-Батис Люли Или там А кто написал Горе от ума Я уверен Что у Ксении Собчак Не найдутся ответы На все эти вопросы Потому что Как бы человеческая Оперативная память Она ограничена Она работает под задачи Ивлеева здесь тоже Не то что сказать Не права Я полностью солидарен С Александром Но хочется Один маленький момент Ответить Что Блядь Это вообще Одно с другим Нахуй никак не коррелирует Высшее образование Не делает тебя успешным Высшее образование Делает тебя Образованным В первую очередь Нет Во-первых Он делает тебя безработным Высшее образование Делает тебя Образованным Образованность Может быть Одним из критериев Успеха Но она не является Единственным критерием Успеха И блядь Высшее образование В России Оно даже не гарантирует Тебе трудоустройство Честно говоря Поэтому с успехом У него связь Вообще Очень и очень Опосредованная И я считаю Что высшее образование Нужно получать Чтобы быть образованным И шарить в предмете А не для того Чтобы Это не является Залогом того Что ты в этом предмете Будешь успешным У нас например В политике Я не хочу сейчас Переводить тему В партер Так сказать У нас в политике Очень успешны Многие люди Которые я не уверен Что понимают В политологии Например Или вообще В любой Смежной С этим Я не уверен Я не уверен Что они понимают Какое время суток Сейчас Типа Жириновский Предложил Калок героин В мозг Как вам идея Чего Я тебе скину Этот мер потом Я блядь Но при этом Вот я говорю Жириновский Возможно Был бы Типа Понимаешь Жириновский Образован В истории А успешен В стендапе Понимаешь Представляешь Какой Какой разброс И тут то же самое Он в истории образован А? Он же доктор экономических Наук Еще Я доктор наук А какова у него Оригинальная фамилия По матушке Это сильная Типа Вольф Камадей Жириновскас Я не знаю Я к тому Что это абсолютно Никак не связано И то что Настя Ивлеева Говорит Я не образованная Зато я успешная Это не блядь Никак ни одного Не отменяет Типа Ну то есть Я хочу как-то Вот сейчас Высосать из пальца Пример подходящий Да там Я негр Зато умею плавать И то Мне кажется Как бы Это вот Ну на таком же уровне Какая вообще разница То есть Это вопрос Из разных сфер И Ксения Собчак Тоже больше производит Впечатление успешного Человека Трудно поспорить Что Ксения Собчак Успешный журналист Но образованная ли она Журналист И журналист ли она Вообще Это очень хороший вопрос Критерий журналиста Абсолютно другой Это абсолютно другой вопрос Мне просто плохо Я посмотрел интервью Ксения Собчак С Петером Мартичем Блин На стриме Ну так мы же Я же твой стрим смотрел Когда смотрел интервью И меня Спасибо за 666 рублей Ей И меня прям Жмыхнуло А мы хотели позвать Петера Мартичем Теперь наверное уже не надо Нет чувак Петера Мартичем Можно звать Потому что Ксения Собчак Не то что его не раскрыла Это реально ебать Чувак Это просто Ну я не знаю Я даже не знаю Как тебе Это описать Это просто надо видеть Но наверное даже больше Этого не надо видеть Потому что Это Блядь Это даже Это не то что Не журналистская работа Это не работа вообще Это пиздец какой-то Вообще Петр там тоже конечно Мог бы посильнее Ну как бы Общаться Как сказал Никита Лфуит Общайся Блядь Вот Но это Ну я хуй знает Я не хотел бы видеть это второй раз Хотел бы забыть Что видел это в первый раз Владимир Владимирович Познер Достаточно долгое время Как-то все откладывает Визит На студию Фабума Рекордс Он там должен прийти Он уже год как обещает Вот Круто Но он конкретно В книжный чел придет Не на подкаст Потому что Ну ему наверняка Будет комфортнее формат Где меньше ограничений В плане Хронометража И при этом Там знаешь Там не особо матеряться Там спрашивают про книги Там Меньше Меньше каких-то рисков И так далее Ну и в принципе Больше понятно Какая-то передача Про литературу Это тебе не подкаст Вот Я не уверен Что Познер Настолько же хорошо шарит Потому что Ты знаешь Вот люди У которых Которые достигли В какой-то сфере Чего-то очень многого Они костенеют В том времени В котором у них был Максимальный взлет Безусловно Они фиксируют Свою заслугу Чтобы с ней не расставаться Это как очень многие Не буду говорить большинство Но очень многие кинорежиссеры Знаешь Которые пережили подъем Там не знаю В годы перестройки И они пипец Держатся за старые технологии И так далее Слушай Это даже не кинорежиссеры Это абсолютно нормально Для всех Кто нашел Какую-то Типа рабочую схему И не готов От нее отходить Условный Какой-нибудь Лемми киллмистер Из Моторхед Да Вот они написали Мегахитовый Ace of Space И потом Блять Все остальные года Пока он не умер У них У него Ну не все Но блять 60% песен Были очень похожи На Ace of Space Виктор СД однажды сказал Что это не Это Моторхед Это просто песня Длиною в жизнь Вот то же самое Человек нашел Рабочую схему Как бы Которая возможно Всегда у него была И такая Зачем от нее отходить И многие творческие люди Если мы воспринимаем Такую погруженность В профессию Тоже как уже Элемент творчества Они очень не хотят От этого отходить Ну и вот у меня Есть ощущение Хотя возможно Оно необоснованное И меня разнесет При случае Владимира Владимировича В пух и прах У меня есть ощущение Что Познер Он вот Всякие штуки Типа подкастов Он возможно знает Что это Он отмахнется Такой это Давайте закроем Программу дуть Короче Ну что Как-то Отреагирует Без интереса Не Ну его можно понять Представь себе Ты уже пожилой человек И ты не понимаешь Всех тонкостей формата И представь себе Он просто такой Подкаст И я что-то слышал Надо это поучаствовать А подкасты Это когда вы сейчас Общаетесь А потом показывают член Знаешь вот какой-то Такой результат И все такие Владимир Владимирович Это нормально Это абсолютно Мы все так делаем Я обожаю противоположный Противоположный Сорт пожилых людей Их меньше Поэтому это более Изысканный сорт Валерий Жмошенко Но Типа того Да Ветеран Донбасс Вот Но Я про тот сорт пожилых людей Который Чем дальше Скажем так Продвигаются По этой тропе жизни Тем Больше Начинают Быть обуревания Убираемой Феноменальной Тягой Ко всему новому Этот тип Меня больше прет Он иногда Конечно Чуть-чуть Может показаться Этим Стивом Бушами Который А чем он Но при этом Но при этом Это очень классный типаж Который все время Все время живо Интересуется Пытается В меру Своих возможностей Погрузиться В то чем живет мир Вместо того Чтобы становиться Брюзгой Который такой Вы типа Вы Вы что-то Моросите Он вместо этого Говорит Блин Но у нас было не так Круто двигаетесь Это знаешь почему Охуенно Я только сегодня Прочитал мысль Про это Про то что Как только ты чувствуешь Что ты начинаешь Ну это условно Такая бытовая штука Но она очень Как бы показательная Для вот этого Разговора Что как только Ты начинаешь понимать Что ты попадаешь В какой-то диапазон Не FM диапазон Дальше речь пойдет Про радио Но когда ты начинаешь Когда тебе начинают Нравиться Те самые Знаешь Типа Радиостанции Наши Радиостанции Из далекого Прошлого Когда ты понимаешь Что ты попадаешь Вот в этот даже Условно потребительский Круг Который Где одним из Пушащих Вот этих моментов Для взаимодействия И например Покупки Является Ностальгия Да Например Когда знаешь Вот это там Только 90 И чувак делает Погромче И такой Да Вот это время было И это не только К радио А применимо Ко всему Это значит Что ты потихоньку Выпадаешь Из культуры И остаешься На каком-то Ну то есть Ты не находишься На острее культуры И это очень губительно Потому что Нельзя позволять Блять Находиться в культуре Только 20-летним Которые находятся там Просто потому что Они естествоиспытатели Молодые люди Которые хотят В ней находиться Просто потому что Могут И надо очень четко Вот это в себе улавливать И наоборот То есть типа Если ты костенеешь И становишься брюзгой Ты просто культурно Обедняешь себя Не более того У меня мысль Просто она Принципиально новая Возникла прямо сейчас И поэтому мне очень хочется Ее как-то Застолбить Покуда мы далеко не ушли Давайте поразгоняем О выражении Вообще Острее культуры Вы когда-нибудь задумывались Насколько оно точное Но почему-то Никто его не разбирает Культура Это ведь что Культура Это Если буквально перевести Это возделывание То есть Агрокультура Это гораздо более Скажем так Исконное слово Чем культура В нашем значении Вот это вот Ну все Вот это Какая-то Прослойка искусства Всего такого Потому что Это не только Клиптофоне гаража Не только Не только Потому что культура Как возделывание Изначально Это просто Ну вот Процесс земледелия Процесс Вспахивания земли А культура Как мы ее сейчас Понимаем В первую очередь Это от Иносказательного выражения Культура аними То есть Возделывание духа То есть То чем ты занимаешься Сознательно Для того Чтобы твой дух Возвышался Это вот та культура Которая в итоге Закрепилась у нас В языке Как основная Хотя у нас Сельскохозяйственная культура Тоже осталась Так вот Острие культуры О котором ты сейчас говоришь Это тот же самый плуг Только который Вонзается не в почву А в тело человечества И плуг Он ведь за счет чего Делает почву Более плодородной И подходящей для земледелия Счет того Что он ее взрывает Он привычную Ровную землю Перемалывает Поднимает ее Нижний слой наверх И наверняка Червягу Который привык Ходить в земле Червь Почвенник Почвенник Который идет в земле По своим червиным делам Ему наверняка Крайне неприятно То что кто-то здесь Барану проложил И что круто Что плуг Взрывает Это тело Человечность Тело реальности За счет усилия За счет усилия Обязательно Если есть мул Который в него Впряжется Это хорошо Но если нет Абсолютно не зазорно Встать самому Лишь бы продолжать цикл Лишь бы продолжать Вспахивать И если мы переносим Это все На культуру Как все-таки Мы ее сейчас понимаем Как люди там Не знаю Обсуждающие творчество Музыку Подкасты И так далее То вот это Острие культуры Это то что Все переворачивает Последние несколько лет Это подкасты Подкасты Это реально Острие культуры Потому что подкасты Делают что-то Принципиально привычное И многолетне проверенное Типа радио Резко менее актуальным Вот Они внедряются В привычный образ жизни Человека И у него Оказывается Появляется Специальное время Для прослушивания Подкастов И так далее Хотя недавно Этого понятия Даже не было Потом что-то еще Внедрится И вот Острие культуры Там где Что-то новое Врезается в человечество Причем удивительно Что Знаешь Иногда кажется Что подкасты Это вот какое-то Новое Да Явление И вообще Иногда даже Немного странным Кажется Что какие-то люди На постоянной основе Слушают Как другие люди Иногда просто Разговаривают Но я вспоминаю Как мои родители Или там бабушка С дедушкой Включали радио Или включали телевидение Когда я еще был маленький Да В какой-то определенный момент И я говорю А зачем вы включаете Они говорят Там программа Такая-то Такая-то Я говорю А что в этой программе Они говорят Ну послушать умных людей Ну там Юлий Гусман И Юлий Кабаладзе Это Я тебя А у моего друга Сегодня ночью Товарищ Работает На Судне Которое Плавает Ходит В Норвегию За рыбой И вот У его товарища Три дня была Температура 38,5 И судно Русское Там все русские Они говорят Ну типа Что такого Температура Полежи отдохни В итоге Он понял Что три дня Температура не проходит Они уже были в Норвегии Они позвонили Норвежцам Норвежцы прислали Лодку С какой-то там Блядь Лабораторией На этой лодке Слушай Норвежцы прислали Лодку Спасибо Я просто говорю Букву Б И Это 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 Буллёшка Гордона И короче У них лодка Была просто Как лаборатория Корпорации Умбрелла Там прям Человека Увезли В какую-то там Лабораторию Начали его Лечить Что-то с ним Делать И так далее То есть Ну суть в том Что я там Думал Блин Вот это Который раз Когда я замечаю Что европейский Американский Менталитет Он Не знает Такого понятия Как русский Авось Я задумался Сегодня Что характеризует Русского человека Я подумал Что наверное Самая яркая Чиста Это вот этот Ебаный Русский Авось Который я терпеть Не могу На самом деле Потому что Меня достал Пахуизм Который вот Есть Мне кажется В русском Менталитете Как таковой Я к тому Что интересно А есть ли Какая-то Вот яркая Черта Вот Я только Про авось Вспомнил Какая-то черта Яркая Которая Характеризует Русского Человека Вот именно Русского Славянского Что это такое Вот Я просто Распираю Тоска Тоска Это бесконечная Русская тоска Постоянно Просто любая Причем Мне кажется Абсолютно Вообще Тоска Нормальное состояние Для русского Человека Вот Представь себе Хрестоматийную Историю Где человек Идет Куда-нибудь В лес И долго-долго Идет по лесу И в какой-то Критический момент Он встречает Там Егеря Например Как выглядит Егер Человек Который живет Вот в определенной Среде В уединении Он всегда живет Там в тоске Не бывает Счастливых Егерей Которые Хаа How do you do How are you Wanna have some barbecue Вот Типа Это всегда Люди тоскливые Это всегда Люди угрюмые И мне кажется Вообще Тоска Это нормальное Состояние Для русского Человека Она присутствует Тоска Почему-нибудь Если живешь На родине Тоска По хорошей жизни Если живешь Вне родине Это тоска По родине Тоска По женщине Тоска Потому что Было Тоска Потому что Будет Мне так кажется Ну не знаю Ребят Я бы Эти оба Параметра Конечно Записал В характеристике Русских людей Но Для меня В первую очередь Русский человек Это фантастическая Абсолютно Феноменальная Смекалка На самом деле Смекалочка Это способность Из Вот Из ничего Если есть потребность Пельмени Смекалка Пишите Есть пельмени Таких Из ничего В случае необходимости Достать решение Проблемы Этим Этим русские Очень похожи на режиссеров Ты знаешь Вот Вот А как ты можешь определить это В смысле А как ты можешь определить авось Ну типа Русский человек Это человек Сверх находчивый Ты знаешь Вот эти вот Всякие солдатские языки Вы послушайте Солдатские байки Объяснение не понадобится А мне кажется Что все эти качества Идут рука об руку С одной стороны Потому что Очень сильно А знаешь от чего все От богобоязненности Да Возможно Которая очень долгое время Была Самым важным Качеством Прививавшимся Русскому человеку Оттуда Наверное И авось Который по сути своей Это надежда На помощь Высших сил Вот В первую очередь Они на Самостоятельное разруливание Смекалка На На случай Который Зафиксирован в поговорке На бога надейся А сам не плашай Вот Потому что Ну типа Тебе помогут Ты должен сам Типа Это немножко противоречивая Никакого противоречия И вот И вот И человек Русский Как сотканный Из этого Вечного противоречия Между А8 и Смекалкой Между Европой И Азией Между Севером и Югом Вот Из этого всего Сотканный человек Раздираемый Этими противоречиями Безусловно Тоскует И тем самым Рождает Феноменальную русскую душу Наш главный Русский бренд Абсолютно Согласен Даже не могу Типа Поспорить Могу только добавить По поводу того Что ты говоришь Противоречивая Это как в анекдоте Про блять Купи лотерейный билет Ну типа На бога надейся На сам не плашай Это очень четко Потому что Ну бог Типа Мне кажется Это очень какое-то Блять Бытовое И даже Какое-то языческое Воззрение О том Что бог Непосредственно Воздействует На мир Ну то есть Типа Мне кажется Я может сейчас Кого-то Не хочу Никого оскорбить Или обидеть Но мне кажется Немножко глуповато Прямо Думать о том Что бог До сих пор Может там Нис послать Молнию Какую-нибудь Которая тебя Там ударит Или еще что-то Как бы Каневест уже Переизобрел Религию Не не то Что переизобрел Просто как бы Если мы говорим О языке метафоры Если мы говорим О языке сравнений Если мы говорим О том Что вся ткань Мира Это и есть Тело боговое И она обладает Определенное божество Богу абсолютно Не обязательно Вызывать Какие-то грозы Или еще что-то Он через саму Как бы Через саму ткань Жизни Может как бы Принимать участие В событиях Я еще полагаю Что одна из характеристик Русского человека Такая Стоящая особняком Это спящая ярость То есть Русский человек Крайне долго Остается спокойным В этом смысле Он даже похож На медведя Потому что занят тоской Ну И чем бы он ни был занят Короче Русского человека Ну вот так В среднем Если его сравнивать Мне кажется Как образ Безусловно Русские люди Есть разные Ну вот если мы берем Вот такого вот Русского Такого Эталонного Его по сравнению С рядом других народов Гораздо тяжелее Вывести из себя Но зато Если ты его выводишь Из себя Вот этот человек Он не пощадит Живота своего На то чтобы Вот просто Свою ярость Выплюснуть На того Кто этого заслужил И мы видим Тоже доказательства Этого в истории Мне кажется Просто когда нам Это подают В формате Полуфабриката А-ля Культ Победы Как мы его сейчас Видим в нашем Отечественном кино Это становится пошлой И мы не видим За этим ярости Мы видим За этим Ну условно Рекламу Великой Отечественной войны Что само по себе Ебланство Потому что это Огромная трагедия Это А мы снимаем Про это Все более дорогие Рекламные клипы И потом их По второму кругу Рекламируем на ТВ Чтобы они окупились Татарский Был бы счастлив Это большая Мне кажется Ошибка В позиционировании Потому что Фильмы надо снимать Не про войну А про ярость Ее разбуженную Про то Что получилось И мне кажется Именно этим Отличаются Советские фильмы О войне От нынешних Потому что Советские фильмы Я не могу вспомнить Нынешние Ну я понимаю Что они есть Просто их не смотрел Т-34 А ну вот Где слоу-моушен Снаряда Летящего в немцев Я понял о чем Типа того Понял Вот это обязательно И чтобы все было Такое знаешь Вот все пластиковое Как будто ты очень близко Посмотрел на очень хорошо Прорисованные фигурки Солдатиков И разыграл перед собой В меру своего понимания Ну Это не война Это войнушка такая Да Это типа войнушка Вот Просто мне кажется Еще главный момент Который Если уж мы говорим О русскости Надо выделить О том что Ну я лично Я не знаю Опять же Согласиться со мной Может кто-то не согласится Но я это говорю В первую очередь С позиции русского человека Потому что я по-моему Ну Саша знает И тебе по-моему Рассказывал У меня есть охуительная история Что я сдавал генетический тест Ну-ка Вопрос о происхождении Но я расскажу Как-нибудь после Но если вкратце То я Блядь То что я русский человек Я могу говорить Крайне Казано Крайне Да Авторитетно Я с позиции русского человека Говорю Что в первую очередь Русский Это состояние культурное Русским человеком Может стать любой человек Который разделяет ценности Который разделяет менталитет Который разделяет Само вот это Русское бытие То есть Типа человек Не обязательно родится в России Чтобы быть русским Честно говоря Это в первую очередь Культурный момент И это в первую очередь Момент именно осознанный Напоминает Америку Это момент осознания себя Как национальные Культурные единицы Напоминает Америку Это Америка напоминает нас Это Америка нас напоминает Ну и фронологически Да, окей Вот Однозначно Однозначно Здесь нет Ни одного вопроса Их нет Здесь Повода для дискуссии Не существует В первую очередь Смотрим Кто где появился Где русские в Америке Где американцы Американцы Новое нечто Порождение Порождение 18 века Проклятых Президенты Вылезли они Возникли Выдумали слово Президент Похоже на презерватив Не буду об этом говорить Нет Презираю Презираю Президент Чувствуешь Сколько букв совпадает Кроме нашего Наш президент Это царь Король Царь-демократ Реформатор В первую очередь Был А теперь Это скрепа Это основа Основа всего База Фундамент Мы базируемся Растем Вверх И вширь И дорастем Когда до Америки Тогда мы и посмотрим Кто там Американцы Если То они возможно Где-то раньше Остановят Где они нас остановят Берингов пролив Где Сибирь заканчивается Мне не важно Либерально-демократическая партия Не партия регионов Мне на регионы Насрать Смотрю Где заканчивается Где начинается Америка Там если американцы Нас не остановят Они нигде не остановят Дойдем на Вашингтон Нью-Йорк Сан-Франциско Разные побережья Одна цель Вместе дойдем Когда в Мексике Поздороваемся С местными мексиканцами Выпьем текилу За это За поверженного Дядю Сэма Мы его куда положим Мы его положим В Мавзоре К Ленину Будет лежать Там Дядя Сэм Будем подходить Говорить Ильич Извини Рядом с тобой положили Больше негде пока Потом здесь полежит Отвезем в Санкт-Петербург В кунсткамере выставлять Урод Бля Согласен Пусть нахуй Ручит русский Скоро Ленинградской области станут Правильно Надо ли что-то еще добавить ПСБшники одобряют Которые тут рядом Там люди в ушанках на фоне На самом деле Я не могу похвастаться Таким генетическим тестом Но Я могу Поручиться в своей Потому что ты его не прошел Да Я сдал Меньше проходного балла Я набрал меньше проходного балла Короче Я бы сказал так Что Все о чем я говорю Базируется на На полном Вот именно культурном Отождествлении Знаешь Вот есть Есть Национализм Базирующийся на крови Да Это что-то Это что-то достаточно Примитивное Скучное Замшелое Гадкое А есть На идеологии Есть культурная Идентификация Вот Когда твоя Культура В которой ты вырос Я носитель Русского языка Носитель русской культуры Она тебе Ближе чем все остальное Поэтому Она тебе Априори Более мила Более люба Она тебя больше восхищает И она главное Питает тебя Я же Я же не могу Из воздуха Там не знаю Спектакли делать Я не могу Из воздуха Плести канву Которую я потом Кому-то покажу Я его плету Из русскости Из Того Что я вижу Вокруг себя Вокруг себя Я в основном Вижу русских людей И Эти люди Дарят мне вдохновение И буду дарить его годами Поэтому Русский человек Это вот как минимум Неиссякаемая глубина души Так А мне кажется Короткая ставка Что я вот обдумываю Конечно же слова Мне нравится Как все звучит А в то же время Как можно сравнить Это что нужно Одну жизнь прожить здесь А другую где-нибудь В другой стране Чтобы реально сравнить Два опыта А это невозможно Так понимаешь Жизнь одна И в этой жизни Я выбрал быть русским Вот это красиво Ну что На этом Может быть мы завершим Потому что Нота пиздата Для завершения По-моему А вместо Место завершающего слова Потому что Может быть у Александра Есть какая-то еще Сценка Нет Сценки нет Но есть важный анонс Если кому-то Интересна режиссура И все такое То Я надеюсь Что Вдруг этот подкаст Выйдет до 18 октября Мой абсолютно Бесплатный Воркшоп Он будет онлайн Проходить По режиссуре Будет называться Режиссер своей жизни Режиссура своей жизни База Вот будем прям основы Режиссуры разбирать Если кому-то было интересно К этому прикоснуться Кто-то хочет попробовать Себя потом в клипмейкинге Там не знаю В съемках В театре Или главное Просто попробовать Применить какие-то инструменты Режиссуры Для трансформации Там собственной жизни Для чего-то еще Заходите Будем бесплатно Несколько часов общаться Буду рассказывать Всякие режиссерские Внутренние приемчики И мне будет очень приятно Там не знаю Отвечать на ваши вопросы 18 октября Пригоняйте Это в формате стрима Да будет Или Да Это будет как стрим Если ты позволишь Мы там ссылку оставим Конечно В этих духе Значит Бесплатный Бесплатный воркшоп Буду там рассказывать Приемы режиссерского анализа И так далее Которые мне очень помогают Не только Когда я готовлю спектакль А в целом Вообще по жизни Постоянно как-то фоново Применяю И Значит Там не знаю Первые пару часов Потратим Конкретно на воркшоп А потом Ответы на вопросы Там какие-то уточнения Можно будет конкретно Разобраться в теме На базовом уровне Так точно Круто Круто Да Я бы тоже посмотрел Пацаны И девчонки Ну друзья Кстати Забываю напоминать Абсолютно Видите Ничего себе Все людям Ничего себе Какой он сердобольный человек Но если вы хотите Увидеть такого пацана Как Федя Букер Который кстати Не только подкастер И не только стример И не только Как меня назвали В комментариях К прошлому подкасту Артист разговорного жанра Хотя безусловно Не только артист разговорного жанра Но еще и артист интересного жанра Называется музыка Называется панк-рок Поэтому друзья С 8 октября Стартует Мой Тур По России Матушке С заездом В Республику Беларусь Концерты Ссылочка будет в описании Будут такие города Как Новосибирск Екатеринбург Санкт-Петербург Москва Минск Казань Нижний Новгород Самара И список городов Будет пополняться Если вы из этих городов Хотите прийти Меня просто увидеть Просто поддержать Послушать мою музыку Просто дать мне бабло То на ссылочку В описании Внизу жмакайте Билетик покупайте Приходите Я вас обнимаю Все просто Самый легкий способ Получить Объятия А вместо Завершающего слова Я друзья скажу вам Вот что Что если после Такой беседы У вас еще есть силы Поднять ваши Интеллектуальные Вилку и нож Чтобы принять Еще больше Вот этой Пищи для ума От которой Не бывает горя И не бывает Вздутия живота Смотрите Мужское женское Черепа Так сказать А бывает Только кайф Только удовольствие Только желание Прогуляться по набережной И что-то для себя Осмыслить То друзья Смотрите И дальше Лучший Самый классный Самый пиздатый Подкаст На просторах Ютьюба Подкаст Прекрасного По левую руку От меня Неподражаемого Ментор Воинствующего Ментора Голоса Разума Голоса совести Голоса рамок Которые нужны Иначе мы Блять всех В животных Превратимся Эрика Рики И друзья Не стесняйтесь Не только приходить На воркшоп Но и всячески Поддерживать Александра Фарсайта Одного Из ведущих И ведущих К лучшему Светлому Будущему Подкаста Терминальная чтива А также Ведущего Передачи Перефарс А также Просто отличного Парня Настоящего Русского Человека И моего Замечательного Друга Друзья Это все Было для вас Как говорится Подкаст Для вам Чтоб вы Послушали Будьте здоровы Живите по правде И помните В чем сила А мы прощаемся С вами Меня зовут Федька До новых встреч Стелет демон Это был подкаст Рика И Букер Подкаст Рукер Или Бикер Ух Я мокрый Простите за мои Потные ладошки Мне очень жарко А у меня Ноги затекли Я последний час Их растядаю Потому что А ты бы пристал Вот так Ну что Все Да Кайф Вот это кайф Вот это кайф Это реальный Кайф Поехали Субтитры создавал DimaTorzok